Она постепенно сползает в преисподнюю. И русский человек, как он был бесправен, так и остается. Все, отечественное телевидение, а снова нараспиле. — Почему? — Наркотик, брат. — Слушай, Глуховский. — Я вообще честно тебе отвечал всю дорогу. Надеюсь, что меня не смотрят. Товарищ майор. — Хочу начать в сторону. В топ-10 сообщений, которые я получаю в директ, чего бы то ни было, есть примерно такое. Это сейчас такая усредненная цитата. — Так-так. — Юрий, вы часто приглашаете гостей, которые очень умны. Пожалуйста, спрашивайте у них про несколько книг, которые нужно прочитать, чтобы стать лучше. У тебя есть такие три книги? — У тебя есть такие книги? — Мне кажется, это «Азбука» и «Учебник математики». — В этом плане. Окей. Тогда «Незнайка на Луне», потому что объясняет все устройство капиталистического общества вкратце. К тому же, это первая антиутопия, которую я прочел. Роман Джонатана Литтлова «Благоволительницы», потому что объясняет, как можно... Меня научил, как можно раскрывать роман с точки зрения антигероя, завораживая и не отвращая читателя от этой истории. И «Белый бим, черное ухо», потому что рассказывает, что книга с плохим концом гораздо больше впечатляет, на всю жизнь остается в твоем сознании, чем книга с хорошим концом, которая тебя отпускает, и ты забываешь. — Мы рядом со школой, где ты учился. — Да, где я проучился десять лет. — Давай сразу очертим. Для всех ты такой мажор. Тридцать метров до Арбата, до старого. И тут прошло твое детство. Значит, ситуация вообще не такая. Я не мажор. Я, значит, из непролетарской, конечно, семьи. Но я сюда ездил каждый день на Арбат, в эту школу, из Строгино, начиная с 10-летнего возраста. Один. 277-й автобус от улицы Исаковского до метро «Щукинская». И потом Таганск-реснопресненская линия, где я поджимал ножки, чтобы когда они уставали, висел там, потому что там давка была пиздец. И после этого я приезжал через час в эту школу. Почему я в этой школе был? Потому что мой папа здесь учился. И типа решили сделать так, чтобы династия, а-ля. Вот. Но при этом я не сказал бы, из суперпростой семьи. Наверное, наполовину как бы из простой семьи, а наполовину не совсем из простой семьи. Но я точно не мажор. Ты детство провел в районе Строгино. При этом, когда мы с тобой договаривались о съемках, ты говорил, что меня со Строгино вообще ничего не связывает. Ну какие-то вещи связывают, очень отдаленные. Ну вот я где-то жил, наверное, вот там, подальше по реке. Просто Серега, как наш мастер спорта по спорту, и человек, который проводит здесь шесть дней в неделю, он сказал, что надо обязательно снимать здесь. Мы Дмитрию Глуховскому покажем, каким стал его район. Какое у тебя отношение к архитектуре типа алых парусов? Слушай, ну как бы это неизбежный пиздец, когда у тебя страна третьего мира, так называемый emerging market, вдруг прилило бабло, а у людей еще не нагнало чувство вкуса, как бы их материальное положение, они начинают городить всякую херю. Ну вот это то, что мы видим с Москвой. Ну а для меня, честно говоря, как для певца вообще Москвы и Родины, в этом есть безусловное и бесспорное очарование Москвы. То есть для меня Москва это просто Вавилон, и давайте городите дальше всякую хуйню одно на другое, потому что это и есть Москва. Понимаешь, есть Петербург, где там построили одну, очень, кстати, эстетичную эту иглу. К счастью, не в центре. Нет, я, кстати, вчера там, буквально позавчера мимо нее ехал, очень красиво, между прочим, и все пиздец. Вот, а здесь как бы, пожалуйста, здесь все могут что-то построить. Если есть какая-то фантазия и нет вкуса, давай, иди сюда, в Москву, строй все что угодно, где хочешь, как бы, это и есть наш город. Вот, и чтобы убедиться, что не только такая пошлость есть, но и куча прикольных людей, которые вот, например, эти девчонки, которые едут на САПах, куча котирков и все остальное, мы и пригнали сюда, чтобы с тобой поболтать. О чем? О судьбах Родины. Ага, тут у нас такой разговор будет. Окей, все, я снимаю, чтобы было видно, что глаза у меня не бегают в этот момент, когда я говорю о судьбах Родины. Немножко засвечивает, но я справлюсь. Долгое время писатель Глуховский — это был писатель, автор вселенной «Метро», игры экранизируют, он появляется на мастях где-то еще, по части, скорее, литература и всего остального. Но последние годы писатель Глуховский — это человек, который очень жестко высказывается по тому, что происходит в стране и мире. Когда произошло… Это удивительно метаморфозы. Ну, ты, наверное, говоришь про эфиры на одной радиостанции, которые выкладываются в YouTube. Ну да, раз в две недели. После этого я с 2010 года примерно, в общем, писал колонки. Сначала на «СНОП», потом в «Новую Газету», и колонки были такого уже примерно содержания, набирали там по несколько сотен тысяч просмотров. То есть я, в принципе, этих позиций придерживался с самого начала, как только немножко разобрался в ситуации. В ситуации я разобрался, конечно, не сразу, потому что я до 2005 года жил во Франции, работал на телеканале «Евроньюз», потом я приехал работать на телеканале «Раша Тудэй», который в это время не был еще таким адским, как сегодня. — Мы поговорим об этом, да. — Обязательно. Ну, как бы информации я набрал постепенно. Я когда вернулся в Россию, мне было 25. То есть я работал на «Евроньюз», начал работать в 22, и работал до 25 лет. Я там освоил все, что мог освоить, мне это наскучило, я понял, что дальше возможностей никаких нет, и вернулся в Россию на канал «Раша Тудэй», который только создавался. Мой репортаж открывал вообще вещание «Раша Тудэй». Это был первый репортаж в эфире у них. Ну и, соответственно, какое-то время ушло на то, чтобы разобраться в ситуации, и потом я в ней подразобрался и стал писать колонки. Ну, в принципе, я этих взглядов придерживался плюс-минус всегда. То есть я сидел в вагоне поезда. Или так, я стоял на перроне. Я стоял на перроне в 2002 году, когда я пошел работать на «Раша Тудэй». И вот здесь стоял поезд. — В 2005. В 2005, прошу прощения, на «Североню» спрекнул. Возраст уже все-таки. Значит, и в какой-то момент вагон вдруг поехал в направлении Сибири и Колымы, понимаешь? И люди говорят, «Что ты, блядь, делаешь вообще? Что ты здесь стоишь? Куда вообще?» Я где стоял, где там и стою, понимаешь? Вот столб у меня есть, там написано «Москва», там «Ярославский вокзал». А люди поехали на восток. Понимаешь? Туда, куда-то в прошлое. И, возможно, в лагеря. И мы с ними стали рассинхронизироваться. Но я не вижу, чтобы я каким-то образом… То есть это не я невменяемый стал. Это просто поезд, весь состав со всеми его пассажирами, и в особенности с теми, кто сидит в кабине машиниста, поехал не в том направлении, куда вообще собирались ехать. Собирались ехать как бы в «Восточном экспрессе» в Париж, а поехали вместо этого, блядь, на Колыму, понимаешь? И все говорят, что-то ты какой-то стал странным, невменяемым. Как у тебя риторика? Ребят, поменялась риторика у вас. Я остался при своем, в общем. Мы в Лефортово. Это старинный московский район рядом с центром города. Я здесь жил, когда заканчивал школу. Круто, когда школа, в которой ты учишься, находится рядом с твоим домом. Но у меня все было совсем по-другому. Учился я в районе метро-городов. Отсюда это почти час езды общественным транспортом. Сейчас мы придадимся ностальгии. Вот это остановочка. Ах, как я тут мерз. И восстановим один из главных маршрутов моей юности. В общем, мы почти на месте. Район называется метр-городок, потому что здесь в 30-х годах селили метростроевцы. Людей, которые строили московское метро. Вот этим прямо такая улочка. Центрально-то там, но я шел вот так. Важная деталь. Я здесь не был больше 15 лет. И вот 15 лет я не выглядывал из-за того поворота, где как раз школа и есть. Та-дам! И вот она, 12-46. Вот в этой школе я провел два года. 10-й, 11-й класс и выпускался из нее в универ. Вот так я выглядел. Да, вот таким был красавцем. Глядя на вот эти фотографии, вы должны понимать один факт. Даже у человека с такой прической, в такой одежде и с такой фигурой тогда были свидания. Причем с очень хорошими девушками. Так что, пацаны, у всех есть шанс. Но это не отменяет того, что нужно работать над собой. Так вот, школа была настолько в порядке, что бывшие ученики, даже поднявшись и переехав в более прикольные районы, типа ВДНХ или Сокольников, все равно продолжали возить сюда своих детей. Потому что школа, и особенно английский, который мне тогда нужно было прилично прокачивать, были «Во!». А для чего я все это рассказываю? Сейчас увидим. Все это было давно, а в 2020 году вообще не важно, где находитесь вы, а где преподавать. Наша банда совершенствует свой английский в Skyeng. Это очень удобно, потому что можно делать из любой точки мира. Вам нужен только телефон или ноутбук и хороший интернет. В Skyeng около 11 тысяч преподавателей. Всегда можно найти подходящего, а в случае чего поменять прямо в личном кабинете. Программы доступны для всех возрастов, для детей и подростков есть онлайн-школа SkySmart, куда к английскому недавно добавилась еще и математика. У ребят классное приложение, которое постоянно обновляется и уже дублирует почти весь функционал личного кабинета. Удобно следить за своим прогрессом и заниматься самостоятельно. Еще ребята из Skyeng постоянно проводят исследования. Новое исследование посвящено тому, как совмещать работу, учебу и отдых, и в том числе, как грамотно расходовать время, если вы по часу добираетесь на учебу или работу. Пройти это исследование можно по ссылке в описании. И среди всех, кто сделает это до 31 октября, Skyeng разыграет бесплатные уроки английского. А если вы еще не учитесь в Skyeng, то после прохождения исследования получите три бесплатных урока при оплате первого пакета занятий. И еще бонус — два месяца бесплатных разговорных курсов по промокоду «ЮРЕЦ» при первой оплате. Все подробности — там! Переходим и совершенствуем свой английский язык. Вперед! Что такое французский уклон? Ты выпускаешься и можешь «Бальзака» в оригинале читать. Ну, я не сказал бы, но у нас в школьной программе вся литература французская, там и «Рабле», и «Вийон», там, так сказать, и «Бальзак» в том числе, и этот, и «Борис Виан» мой любимый, они все были в оригинале, мы проходили их. Ну, это 10 часов французского в неделю. Слушай, а школьник даже на русском языке может в «Рабле» врубиться? Я «Рабле» читал до школы еще. Ну, «Грагантьюа Пантагуриэль» — это же «Грагантьюа Пантагуриэль»? Это только началось все. Я в детстве очень много читал, много читал. У меня была большая такая, знаешь, разноцветная библиотека «Всемирные приключения» детской литературы. Я ее всю, там, в возрасте от четырех до десяти лет прочел. Когда ты читал дошкольникам «Грагантьюа» и «Пантагуриэль», ты понимал, что это такое? Не думаю, не думаю. Ну, как «Асвифта» ты читаешь в школе, ты понимаешь, что это такое, что это там сатира на британское общество, как бы, и на там, монархию, допустим, и так далее. Войны, Виги и Тори. Нет, конечно, ты просто читаешь и читаешь, как приключения. Всегда в хорошей литературе несколько слоев есть. Есть поверхность слой — приключенческий. А есть второй слой — метафорический. Когда люди, которые знают, о чем это, они такие «А-а-а». «Твой дед был главным художником журнала «Крокодил». Журнал «Крокодил», если кто-то не в курсе, — это важное советское издание, которое было дико популярным и которое печатало все эти дикие антиамериканские карикатуры. Да, классно. — То есть твой дед занимался пропагандой. — Да, и сам рисовал, да, занимался пропагандой. Но при этом он был всегда беспартийным. То есть ему удалось удивительным образом, не вступая в партию, его несколько раз приглашали, потом принуждали, и он, потому что, как ни странно, он был православным, и не то чтобы антикоммунистически настроенным, но вот как-то его компартия его так отвращала. И он умудрился каким-то образом, работая в «Крокодиле». И да, вы, приезжая на встречи в ЦК, а ЦК сидел на Старой площади, там, где сейчас сидит администрация президента. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, здания те же самые, где сидел Центральный комитет, где сейчас сидит АП, а раньше сидел ЦК. — Символизм в этом видишь? — Символизм, преемственность. И точно так же надо было согласовывать ключевые моменты, как сейчас людям приходится согласовывать. Да, ну и что делать? Но в то время мне очень нравились его эти карикатуры, я сам их тоже перерисовывал. Была программа как раз «СОИ» — «Стратегическая оборонная инициатива». Это ракеты американский «Рейган» хотел в космос вывести ядерные. Я тоже эти ракеты рисовал, мне очень нравились дедушкины карикатуры. — Слушай, ну я посмотрю, я сегодня специально посмотрел «Избранное». Вот, например, вот как выгуливает… — Да, это я с детства помню эту картинку. «Супер». — Или вот это вот про то, как они выкладывают? — Да-да, это знаменитые его карикатуры. «Супер», да. — А он руководил дизайнерами или что-то из этого он нарисовал? — Он сам рисовал. Это его карикатура сейчас, мне кажется. — Вот это? — Ну да, там написано «Крылов», если это. Это он. — А, и это тоже твой день? — Папин отчим, да. Но у меня с ним были с детства очень близкие отношения, очень теплые. Я же у них жил там вот несколько лет, когда маленький был, чтобы вот до того, как я начал самостоятельно в 10 примерно лет ездить в метро, на метро в школу, я там жил у бабушки с дедушкой, вот ровно напротив этой школы. И поэтому я во всей этой вот атмосфере пребывал. Дедушке на всякие там трофеи, а он себе… Самый главный бонус был, что он мог сам себе придумывать командировки, будучи главным художником. То есть он командировал себя на Камчатку, как некоторые из нас. Он командировал себя, значит, куда-то в Таджикистан, например, в Памир, потом в Азербайджан и так далее. И как бы с какими творческими задачами они туда привозили разгромные статьи, карикатуры и так далее. Но объездил весь Советский Союз, на Кубе было несколько раз. И весь дом, вся квартира, не очень большая, тоже была заставлена его трофеями. Какой-то моржовый там бивень, какие-то, значит, там статуэтки, что-то он там с Кубы какой-то кокосовый орех привез, там бутылка рома. И я во всем этом находился. И мне хотелось тоже обязательно стать вот таким путешествующим репортером, который объездит весь мир. Но это твой интернет тогда был, да? То есть ты через это узнавал истории и новые знания получили? И у него была коллекция, ну не коллекция, а такая банка, куда он всыпал мелочь привезенную. И это был мой такой, как бы, такой тоже, ну, билет в иностранщину. И я вообще думаю, что моя тяга к космополитизму, она связана в первую очередь с ним. Дед действительно так считал, как рисовал? Ты знаешь, вот он до сих пор… Ему сейчас 90, он последний у меня остался из моих бабушек и дедушек живых. И он, я когда последний раз его спрашивал, я говорю, дедушка, а что ты в Америку не понял, когда можно было? Он потом жил в Германии еще, когда Советский Союз развалился. Он говорил так, это же мир чистогана, я не хочу туда ехать, тьфу! Ну, то есть я не знаю, может быть, он так по поводу Америки считал, может, он был индоктринирован, когда совок развалился, для него это трагедия была? Нет, мне кажется, для него это… Я не знаю, вот про распад совка, сейчас он ностальгирует. Сейчас он ностальгирует. Но тогда он воспользовался возможностью и уехал жить в Германию, работать в Германии. Поэтому я не думаю, что это была для него трагедия. Для него это было, наоборот, какие-то новые возможности. И… так. То есть, когда… стоп-стоп-стоп. Когда развелся Советский Союз, он сразу же уехал работать на Запад? Ну, его пригласили работать, и он поехал работать, да. А. Ну, как художник писал, там, в какой-то школе учил, преподавал живопись, там, писал, где-то жил на севере Германии несколько лет, потом вернулся обратно. И вопроса не было, что это разваливающийся капиталистический мир? Нет, нет. Видимо, нет. Ну, можно спросить у него, но нет. Он знает, он слышит твои выступления по поводу прошлого, по поводу настоящего? Как он к ним относится? Ну, они немножко за меня боятся, там… Нет, он согласен с тобой или нет? Или он думает, что ты просто идеологический враг? Нет, нет, точно нет. Он не упертый коммунист в 100%. Честно говоря, мы с ним не обсуждали. Но я думаю, что по каким-то моментам мы с ним сходимся, по оценке текущей ситуации. Но он ненавидит… Ну, как бы, сейчас он ненавидит коммунистический режим. И в особенности вот лень на Сталина, большевиков, вот это все прямо… Вот так бывает. Как ты думаешь, те пропагандисты, которые сейчас отстаивают режим, когда режим закончится, они… Переобоятся на лето, я уверен. Почему ты в этом уверен? Ну, потому что это оппортунизм, это же люди. То есть, во-первых, те из них, которых я знаю, и я с некоторыми продолжаю общаться. Ну, там, бывшие коллеги, по-разному, что дай, например. Я вообще довольно сентиментальный человек, и мне нужно, чтобы человек сделал что-то прям отвратное, чтобы я обрубил с ним контакт. Ты знаешь, есть же такое понятие когнитивного диссонанса, да? То есть, допустим, ты в это не веришь, но за это тебе платят деньги. И чтобы устранить диссонанс, ты начинаешь убеждать себя в правоте того человека, откуда тебе, значит, льются, твоя заработная плата поступает. Но это свойство психики, же. Это свойство психики. Человек избавляется от дискомфорта, от того, что он говорит не то, во что верит. Он начинает верить в то, во что говорит, не наоборот. Вот. И это к вопросу о том, как лучше пытаться построить свою жизнь, чтобы не попадать в зависимость от людей, которые пиздят. И чтобы не начать пиздеть самому, стараться, да? То есть, опять же, это все вещи... То есть я, ну, как бы людей стараюсь не осуждать. Я понимаю те выборы, перед которыми стоят журналисты, у которых есть ипотека, и которые там будут, куда пойдет. То есть и разговор с совестью, он не дихотомичен. Это какой-то постоянный продолжающийся диалог. Ты каждый раз себя спрашиваешь, а вот на это я пойду, а вот на это я пойду, а это как, а вот с этим как. И человек может в одну сторону двигаться, и в другую сторону двигаться. Я уверен, что масса людей, которые сегодня занимаются спецпропагандой, вместо того, чтобы заниматься журналистикой, потом скажут, что это было какое-то там помрачение, нашло на них или еще что-то. Абсолютная большинство людей просто оппортунисты. То есть они приспосабливаются к обстоятельствам ради выживания. И свои какие-то идеологические позиции приводят в соответствие с… Французская школа. Прошлой осенью ты рассказывал, что у тебя планируется выступление во французской тюрьме. Оно случилось? Да, было офигенное выступление во французской тюрьме. В конце 70-х годов был во Франции министр юстиции, который решил изменить свои отношения к кузникам, французских тюрем гуманным подходом. И заказал дизайн тюрем чуваку, который строил вот эти вот… забыл, наконец, называется французская сеть гостиниц. Из вот этих городки, значит, в тропических всяких местах, типа то, что называется «Villes de vacances». То есть это, ну, как бы отели в виде каких-то вот таких деревушек. И там вот задизайнил какой-то чувак, который вообще был архитектором Club Med. Вот, вслойно называется Club Med. Он строил все эти сети Club Med по всему миру. И он построил эту тюрьму. И она как бы огорожена всё-таки довольно солидным забором, но внутри это такой, типа, сад. Городок, городок типичный, который можно было встретить где-нибудь в французской Полинезии, там или где-нибудь в Новой Гвиане, значит, французской. Такое вот совершенно безобиднейшее место. Вот. И, в общем, там я выступал и… — Про что? — Ну, с романом текст. — Ты читал или рассказывал? — Я читал кусок, а потом у нас был разговор, посвящённый именно тексту. Потому что текст тоже там языков на 20, наверное, переведён, иностранных, включая французский. И это был у меня какой-то промо-тур, посвящённый выходу текста во Франции. И, в частности, меня отвезли во французскую тюрьму. — И как? Им было интересно или пустые глаза? — Ты знаешь, они совершенно, как в этой истории про шахтёров, которым приезжает играть Московский театр «Жизнь шахтёров», не хотят слушать ничего, связанного с тюрьмой. Они не хотят слышать про опыт русских сидельцев каких-то, тем более что сам я не сидел. И есть вопрос, конечно, если у меня моральное право об это писать. Но их очень интересует. Больше всего их интересовала политическая ситуация в России. Люди очень прошаренные, про Навального знают, про митинги знают. — Прям фамилия звучала. — Да-да-да. Ну, там много свободного времени. И французы вообще, в принципе, всё французское общество очень политизировано, грамотно. И в том числе за ситуацией в России, поскольку, как у нас есть франкофилия, у них есть определённая русофилия, за ситуацией в России многие люди очень следят. То есть, когда убили Политковского здесь, во Франции больше народа расстроилось, чем в России. Многие просто отвечают за пределом читательского круга «Новой газеты», не знали этого человека. А во Франции это были первые полосы всех основных газет национальных. — 2005 год. Ты возвращаешься в Россию из Европы, где ты работал на «Евроньюз», и начинаешь работать на «Раша Тодей». Ты понимал, что это за канал? Что за канал затевается? Во-первых, если мы путешествуем в прошлое, то мы путешествуем в прошлое. 2005 год, с точки зрения свободы слова и использования журналистики СМИ в качестве пропаганды… — Это другая страна. — Это другая страна. Началось в 12-м. Началось с Болотной площади, и потом после Крыма вообще открыли вот этот шлюз ненависти и говна, и, значит, затопили все отечественные СМИ говном и ненавистью, понимаешь? До этого все было гораздо более скромно и прилично. И когда открывался телеканал «Раша Тодей», открывался и начинал свое вещание, он говорит, что это и навещание. Мы понимаем, что надо было смотреть на Западе, поэтому мы будем давать взвешенную позицию. И я на «Евроньюз» тоже как бы… Ты не можешь, там нет повестки на «Евроньюз», там ты даешь взвешенную позицию. То есть никто не претендует на объективность, но должна быть беспристрастность. Что это значит? Что если есть конфликт, допустим, Юкоса и Путина… — То две точки зрения. — То две точки зрения. И, соответственно, с этой же методикой я решил, что я буду работать на телеканале «Раша Тодей». И, опять же, время было другое. Не было такого количества как бы запредельного вранья. Поэтому я приехал, ну, попробовал, и мне, в принципе, за все это время один-единственный раз мой оценочный какой-то комментарий в конце отрезали. Все остальное время никакой цензуры я на себе не испытывал. При том, что я первые несколько месяцев работал в Киеве, на Украине. И, кстати, очень поменял свое отношение к Украине. Если коротко, то как? Ну, я находился, разумеется… Опять же, это же процесс того, как ты докапываешься до ситуации реальной. Среди вот этой дымовой завесы пиздежа, который, значит, так или иначе российским СМИ запускают в информационное поле. То есть я, конечно, там, хохлы пиздят газ, вот эта вся история. Пенебрежительное шовинистическое отношение к Украине и так далее. Я приехал и просто влюбился в Киев, я влюбился в людей. И с тех пор остаюсь фанатом Украины, как бы очень сопереживаю борьбе украинского народа за освобождение от засилий олигархии и такого постсоветско-бандитского, в том числе нашего, влияния. Вот. Ну, то есть я на стороне как бы людей. А какой комментарий у тебя отрезали? Про что? Я не помню, что это было, но там было что-то такое вольнолюбивое в конце. Ты как отреагировал? Как на «возможно, они правы» или «сжал зубы»? Нет, нет. Ну, как бы мне было неприятно, конечно. Но, с другой стороны, я понимал, что я сам от этого правила отступил. То есть ты до... Это же... Ну, то есть это не авторский комментарий. Это как бы взвешенная какая-то должна быть история информационная. Ты даешь эксперта, который там за, условно говоря, украинцев, и эксперта, который там за, условно говоря, «Газпром». И что-то... Ну, это было там по поводу газового конфликта, возможно, что-то или что-то. Что за человек Маргарита Симоньян? Ты знаешь, она очень талантливый менеджер, который неспроста выиграл какую-то там внутривидовую борьбу за то, чтобы возглавлять этот канал. Были другие претенденты. И она в 25 лет получила контроль над... Ну, то есть ей дали канал этот развивать. Я думаю, что здесь не только причины личного характера были какие-то, но и причины, так сказать, профессионального характера. Она с этим справилась, она запустила очень крупные СМИ мировое. Вот. А что касается моральных позиций, то я думаю, что, как и все медиа-менеджеры, она так постепенно сползает в преисподнюю. И если в начале... Ну, то есть, опять же, к разговору о том, что если с человеком ты начинаешь как-то общаться, да, нужно, чтобы он себя как-то прям совсем уже жестко дискредитировал, для того, чтобы ты от него отвернулся. То есть я стараюсь с людьми связь не терять, в принципе. Ну, по сентиментальной причинам, не исходя из карьерных каких-то возможностей. Но последние ее комментарии, конечно, в особенности касательно Навального, говорят о том, что уже это крики откуда-то из ада реально. Ну, мое отношение к ней сформировалось тогда, когда мне там было 26, у меня даже старше ее на год, а ей там было 25, и там была просто девочка такая, ну, которой удалось взять и все это, значит, штуку-дрюку запустить в воздух, чтобы она летела из говноветок. Вот, понимаешь? В то время, конечно, она вызывала у меня уважение. Вот. Но сейчас это просто фейспалм сплошной. Unfortunately. Ты видел выпуск Навального про то, как зарабатывает семья Киасаян Симонян? — Видел, да. — Удивило тебя что-то там? Все, отечественное телевидение основано на распиле. Всегда все, как программы, там, новостные, неновостные, кинопроизводство, документалки, производятся все в карман. Первый канал, второй канал, третий канал, четвертый канал — так все устроено. Поэтому я не удивился. Я примерно так себе все это и представлял. Поскольку я на телевидении какое-то время проработал у меня с телекой куча знакомых, разумеется, я знаю, что это, в принципе, так устроено. Вообще, лояльность, она у нас хорошо оплачивается. Что еще раз говорит о том, что как только поток бабла прекратится, люди, скорее всего, переориентируются и начнут петь совсем другие гимны. — Вы общаетесь с ней? — Нет. — Когда в последний раз общались? Мы вообще с ней не общаемся, я иногда встречаю ее на каких-то мероприятиях светских. Но это происходит... Последний раз я видел на дне рождения у Венедиктовой. Потому что Венедиктов с ней как-то общается. — Здороваешься? — Я поздоровался, да. — Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. — Ты как-то рассказывал, что твой прадед дружил с врачом Сталина. Я не знаю, был ли вовсе личным врачом Сталина. Мой прадед был знакомым другом Мирона вовсе, главным фигурантом сталинского дела врачей. Это последняя сталинская репрессивная волна, которая как бы началась и закончилась его смертью. И с нее вроде бы собирались начать какую-то финальную антисемитскую кампанию. Он умер от инсульта повторного за буквально пару лет, что ли, до начала дела врачей. Но он был его личным другом, да. Я знаю, говорят, что он, будучи урологом, профессором, лечил Берию, которому приходилось часто обращаться к помощи специалистов. — Всем нужно обращаться. — К урологу обязательно. Но Берия, просто у него, как мы знаем, была слабость по этой части. Вот. Но и, по крайней мере, уж точно генсекретаря, вернее, секретаря ЦК, этого, значит, ЦК партии Азербайджана. — Слабость? Ты вот про этот миф о том, что он мог увидеть красивую девушку на улице, ткнуть пальцем? — Ну, он организовывал уже всесоюзный конкурс гимнастики. Отбирал несовершеннолетних гимнасток. И их привозили победительниц к нему там домой. И не все оттуда выбирались живыми. — Топ-менеджер высоконравственного государства Советский Союз занимался такими вещами? — Слушай, я не знаю, кто до сих пор верит в высоконравственное Советское Союзное сообщение про это. Это просто империя, в которой, как всегда, в империях цель оправдывает средства. А что касается насилия в отношении женщин, то я уверен, что как поступал Лорентий Павлович, так поступали его подчинённые и сотрудники НКВД. Между тем, как людей задерживали невинных и между тем, как их расстрелили в подвалах, если это были женщины, я уверен, что их насиловали часто. Это не эксцессы, а скорее практика. И в лагерях, я уверен, что женщины насилия подвергались заключённые постоянно со стороны обслуживающего персонала. Понимаешь? Поэтому здесь я не вижу никакого разрыва шаблона. Про Берию это известно, что он совратитель, насильник и очень растлённый человек. Власть вообще очень растлевает. Говоря про топ-менеджмент, бесконтрольная власть, она тебя подталкивает, понимаешь, к тому, чтобы ты обрёл аппетит к пожиранию людей. Это наркотик. Как с этим борются? Как с этим борются? В нормальных странах максимум институциональных ограничений войс, чтобы над человеком постоянно был контроль, разделение ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную, нужно, чтобы эти все три стороны друг друга постоянно контролировали, и чтобы люди в них делали себе карьеру на том, чтобы доканывать других, контролировать их и призывать их к ответу. Ну и в нормальных странах, во-первых, обязательно сменяются власти. Китай выгребал неплохо без демократии, просто за счёт того, что каждые 10 лет власть там принудительно менялась, то есть люди не успевали пустить корни и озвереть, без демократических процедур. Ну и наконец, когда у тебя есть свободная пресса, это же не просто фетиш какой-то. Смысл этого в том, чтобы постоянно клевать печень политиков, чтобы им пребывание во власти было для них стрессом, что когда они уходят из власти, слава богу, теперь поживут как человек. Но когда ничего этого нет, когда у тебя всё это объединено в единую корпорацию, Росс Россия или там Рос Карман, и когда у тебя вся твоя пресса – это тоже один из департаментов этой корпорации, и церковь – это ещё один департамент корпорации, и все менты, и ФСБшники – это тоже, но у них есть какая-то внутривидовая небольшая конкуренция, но незначительная. Конечно, в этой ситуации ходить во власти хочется вечно. Что может быть слаще? Ты бог на земле, понимаешь? Когда ты был на «Раша Тудей», ты работал в президентском пуле какое-то время. Да-да. Ты сказал, что эта работа помогла тебе десакрализировать власть. Ну да. Каким образом? То есть когда ты видишь Путина с высоты метр восемьдесят, допустим, сейчас уже два, и видишь, что он, как бы, сейчас у тебя ниже, и сзади лысый… Тогда ты был выше? Раньше всё было выше, конечно. Всё было лучше. Раньше я был с метра восемьдесят три, потом чуть-чуть как-то стоптался. Ну, короче, да, и ты понимаешь, что всё это… Ну, ты знаешь, что у Путина все операторы его роста, а у Медведева все операторы его роста. Чтобы ни в коем случае не было с высоты всё это снято, понимаешь? Серьёзно? Ну, конечно, чтобы они казались все высокими людьми. И, больше того, у Медведева всошники все его роста. Чтобы, не дай бог, он не казался низким на их фоне. Такая история. Ну, в общем, реально. Но, короче, когда ты понимаешь всё это, немножко в этом разбираешься, то если у тебя и был какой-то, допустим, трепет, он проходит, а… Ну, как бы… Потому что ты понимаешь, что это все людские слабости и свойства. Ну да, ну, просто человек, понимаешь? Просто человек. Ну, вообще, я лично под обаяние Путина никогда особо не подпадал. То есть я даже не понимаю… То есть я думаю, что, наверное, кого угодно можно поставить под камеры, дать ему текст, научить говорить. И поскольку человек показывает по всем каналам страны, женщинам будет сниться по ночам, как они занимаются с ним сексом. Ну, то есть как бы то, что происходит, судя по просам, с российскими женщинами и Путиным. По-моему, было интервью Алены Апиной. С эротической точки? Да. Это самый яркий эротический сон для женщин нашей страны. А для вас лично? И у меня тоже несколько раз бывало, когда он мне снился, вообще в каких-то таких очень смелых совершенно образах. Она только в частный случай, и ты снилась всем. Но так или иначе, в общем, ты перестаешь к этому относиться как к чему-то такому священному. Ну, человек, понимаешь? Ну, вот его назначили преемником. Были другие варианты. Был Немцов, был Степашин, тоже ФСБшник, и более старшим по званию, кстати. Были еще какие-то чуваки. Выбрали этого по каким-то причинам. Ну, окей, вот он пропустил корень, освоился. Но это случайный человек. Это случайный человек. А что такое не случайный человек? Не случайный человек — это мотивированный человек, профессиональный политик, который шел к власти, потому что хотел власти. Либо потому, что он был на ней изначально повернут, либо потому, что он хотел, может быть, что-то сделать для своей страны. И, то есть, как бы, так или иначе, есть люди, которые рвутся туда. То есть, он не рвался. Его случайным образом туда поставили, но он сориентировался на месте, провел оперативную деятельность какую-то, назначил своих дружбанов, и вот теперь мы все в этой ситуации живем. Но если бы это был не он, а другой человек, допустим, из Нижнего Новгорода, или, допустим, из Москвы, то телевидением, железными дорогами, платными трассами, углем, газом, нефтью, сталью и всем остальным управляли бы у нас не люди из питерских дворов и кружков по дзюдо, а совершенно другие люди. То есть вся страна имела бы полностью другую элиту. Лучше ли? Знаешь, лучше ли? Вот у тебя в ранних твоих работах часто был вопрос, красавчик ли Путин. Путин — красавчик? 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 Вот так. Да, да. Значит, отвечая на поставленный другим людям вопрос, главная моя претензия к нему заключается в том, что он не… Вместо того, что… То есть на ранних этапах он же был более nice, демократичный. Во-первых, власть, бесконтрольная власть просто уничтожает личность в тебе однозначно. То есть там внутри вырастает какая-то такая неведомая хуйня, и это уже как бы не ты. Поэтому все говорят, что это двойники, но я думаю, что это он просто внутри, как в романах Стивена Кинга, выросла какая-то такая неведомая штука, которая тобой как марионеткой управляет, и ты произносишь какие-то непонятные вещи и делаешь какие-то непонятные дела. А в то время он собирался на полном серьезе интегрироваться в НАТО, выступал за свободу, он сдерживал натиск коммуняк, между прочим, которые планировали реванш и обратно в Советский Союз. Как получилось, что он восстанавливает этот Советский Союз в какой-то даже еще немножко более фашистской итерации, я не понимаю. Так или иначе, человек мог, имея неограниченную власть, создать для нашей с вами любимой страны правила игры, которые бы его пережили. Независимые честные суды, систему выборов, где нельзя было бы региональным криминальным кланом играть, значит, обыгрывать людей и так далее. И независимую прессу, конечно. Но вместо этого он создал совершенно персоналистский режим, который без него, типа, не может существовать. Потому что он боялся, видимо, может быть, чувствовал себя случайным, и боялся, что его могут сковырнуть. Поэтому он все заводил на себя. Не было никакой предсказуемости. Он не хотел, чтобы в системе, как ни странно, несмотря на всю риторику о стабильности, была предсказуемость. Он хотел, чтобы все зависело от него. И так получается, что сегодня мы живем в стране, где нет никаких правил, где все решается как бы вот так, где все зависит от одного человека и тех, кто могут ему там что-то в ухо нашептать. У него была историческая возможность дать нашей стране вектор развития, дать ей возможность стать цивилизованным государством. А мы остаемся из-за того, что он никаких стратегических решений не принимал, все время вот так вот решал проблемы краткосрочные и только делал так, чтобы он был единственным ключевым компонентом, мы остаемся из-за этого банановой республикой, к сожалению. У тебя есть роман «Будущее». Если коротко, это история про то, что открыли эликсир молодости, и этот эликсир доступен только элите. И поэтому власть остается одной и той же. В России? В Европе нет? Да. Остается одной и той же. Как ты думаешь, если бы такой эликсир действительно открыли, Путин остался бы после 2036-го? Путин на века с нами. Ну, реально. И очень смешно, многие, я не хотел бы, конечно, слишком много выпендриваться, но многие сюжеты моих книг потом каким-то образом реальность всех нагоняет. Так было вот с книжкой «Тексты», было с другими какими-то вещами, с самыми абсурдными даже. Но в случае с «Будущим», то, что ты описываешь, да, это происходит в России. Да, элита открыла… открыт эликсир молодости, элита его употребляет. Люди все при этом… Народ пришел в запустение, живет 30 лет и ютится там по землянкам, в то время как элита копалась в Кремлях и, значит, живет вечно. И когда Путин сейчас на деньги Роснефти инвестирует в фонд генетических исследований своей дочери, несколько миллиардов наших с вами денег, думаю, что не для того, чтобы нам с вами как-то помочь, а, возможно, себе, возникает, конечно… Тем более, что в романе там называется «Великий змей», он дракон, как бы он же дракон по восточному гороскопу, Владимир Владимирович. То есть аллюзия прямо на него там была, что он типа с нами навсегда. Я уверен, что он никуда не собирается. Он неоднократно говорил, что если что-то он пойдет, но и Лукашенко тоже говорил, что если что-то пойдет. И мы видим, как до побеления в пальцах он вцепляется во власть. Там же еще есть штука, что чуваки, которые во власти сидят, я про будущее, они продают все. То есть они продают сначала всю нефть, потом продают всю воду, а потом Китаю уже продают даже землю. И в итоге… Дерево, дерево, там они в конце дерево… Ну, дерево уже и продается, да. Да. И, в общем, все это выглядит так, что просто земля, на которой нет ничего, кроме блуждающих чиновников по абсолютно высушенной земле. Что за пиздец ты придумал? Что за пиздец, но… Ты знаешь, залог хорошего пророчества – это правильная ориентация в текущей реальности. То есть если ты понимаешь, что происходит сейчас в стране, то ты можешь сделать небольшую проекцию на будущее и предугадать. Но, в принципе, у нас совершенно паразитарная экономика. Ну, хорошо, сейчас начали пшеницу сажать и продавать. Хорошо, еще там оружие мы производим, и диктаторов, и всяких людоедов им продолжаем снабжать. Но в остальном совершенно экономика паразитарная. Нефть, газ, металлы туда, на запад, и как бы товары и технологии обратно сюда. Но когда-то должно кончиться же. А что касается наших технологий, то космос, мы видим, что уже начинает разваливаться, ну и, наверное, вооружение – это последний осколок высоких технологий, который остается, более-менее высоких технологий, который остается. Не знаю даже, переживать здесь или радоваться. Ну, танки всегда у нас как бы функционировали, да. Ты из Франции вернулся в Россию, объяснив это тем, что там скучно. И ты произнес фразу «в этой стране все уже случилось» про Францию. — Абсолютно, ну да. — Люди, которые бывали не только на Елисейских полях, но и в Сен-Дени, например, они тебе скажут, а точно ли случилось, учитывая, что вот это все наследие колониальное, потомки эмигрантов, сами эмигранты, потомки их, смешение и все остальное, разве они не меняют французский мир? Очень меняют французский мир, но это там уже было тогда тоже. Нет, сейчас есть офигенный фильм о прошлогодней режиссере Ладжли, который называется «Отверженные», который про восстания в Бон-Льюи, в этих французских спальных районах, где там арабы против полиции, там черные против полиции. И такой очень пронзительный фильм, снятый чуваком, который сам в этих восстаниях когда-то участвовал. Прошлогодняя номинация Франции на «Оскар», которая ничего не получила. Там, конечно, ну и, разумеется, французская вся хип-хоп-культура, она черная-арабская, магрибская, как называют у них там, потому что это магриб, это Марокко-Алжир конкретная часть арабского мира. Это очень бодрит и оживляет французскую культуру. Но ты знаешь, Франция, поскольку это стернат победившего социализма, а я отношусь к до-хипстерскому карьеристскому поколению, которые увлеченные опытом людей, взлетевших вот совершенно к небесам с нуля, тоже рос в ощущении, что я все это могу сделать. Вот, то есть, ну это отдельная тема, конечно, но сейчас, мне кажется, люди видят, что все ниши заняты, и как советская интеллигенция, которая понимала, что материальное положение можно не поправить свое, можно теперь жить духовной жизнью спокойной. А я все еще, значит, рос в том ощущении, что сейчас можно стать просто покорителем галактики. И я, собственно, всю жизнь галактику покорял. Так вот, во Франции галактика давно уже была покорена. Я работал эти три года на Евроньюз. Там максимум, может, было чему-то научиться, но никакого карьерного роста там даже представить себе было нельзя. Потому что все позиции были заняты людьми, которые на этих позициях находились уже 20 лет. И они тут собирались только вперед ногами. То есть во Франции эта система была без срочных контрактов. Если ты там год проработал, тебя не уволят, тебя больше не могут уволить вообще. И люди предпочитали всегда там стабильность и предсказуемость риску и карьерному росту, какому-то развитию. То есть никто не хотел особо развиваться. Ты знаешь, что у тебя сейчас зарплата, допустим, там полторы тысячи евро. Когда ты будешь выходить на пенсию, она у тебя будет три. Но у тебя есть твои 35 рабочих дней, отпуска дней в году. Ипотека под 3%. У тебя твоя жизнь полностью предсказуема, запрограммирована. Очень не хватает воздуха в этой жизни. Но, может быть, людям она не нужна. Люди не работой живут. Они как бы работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. И мне, конечно, было всегда так тесно и душно. У меня душа рвалась на оперативный простор. Еще одна странная часть твоей биографии – это работа с Константином Рыковым. Константин Рыков – это человек, который в конце нулевых придумал проект по тому, чтобы огосударствовать интернет. Запускал медиа, интернет-газета «Взгляд», другие вещи. Russia.ru. Russia.ru. Который предвосхитил, например, YouTube практически нынешнего его видео. Мне кажется, в офисе Google сейчас и кают. Нет, но имеется в виду, интернет – какая-то видеожурналистика, и была им как бы не то чтобы придумана, но пилотно внедрена, да. Идея была в том, чтобы делать Росгосинтернет, и в некотором смысле Росгослитературу, учитывая, что он помогал писателям тоже. Ну, слушай, нет. Идея была в другом. Во-первых, это были разные у него проекты. То есть он, как продюсер, предприниматель, запускал какие-то просто проекты, в которых он видел перспективу, которые не обязательно были совершенно идеологизированы. Но оплачивало это государство. Он сидел на деньгах из администрации президента, в том числе какие-то были у него независимые коммерческие поступления тоже, потому что у него был там портал, связанный с недвижимостью, какой-то сайт знакомств. Не все это оплачивалось государственным карманом. Я приехал, соответственно, из Франции, и через короткое время меня с ним познакомили, и я не был ни в курсе, чем он занимается. Мы как бы начали с ним общаться, и он тоже очень талантливый, конечно, человек, который немножко пропал сейчас, но он же начинал с того, что... Ну, там, сначала это была подонковская культура, контркультура вся эта в интернете, удавком. Потом он занимался развитием интернета на Первом канале, пиарил дозоры. И вот через дозоры, скорее, он обратил внимание на то, что можно взять и какой-то там медиапроект выстроить вокруг книги. И поэтому он заинтересовался Метро, потому что он решил, что можно Метро взять, там, забрать у издательства Эксмо и превратить его в какой-то франчайз. Я правильно понимаю, что в Эксмо это вышло там не маленьким, но не вау-вау тиражом? В 2020 там был тираж, поменьше, да. И все. Потом они перестали заниматься, да, он так немножко пошел на спад. А он ввалил в рекламную кампанию ресурсов? И в целом придумал так, чтобы сделать это хитом? Он сделал ребрендинг, да, Метро сделал его модным. И я не сказал, что там были большие деньги, потому что он дружит с Александром Шульгиным, который в то время, есть такой композитор и предприниматель, Александр Шульгин, у которого было свой просто огромное количество баннеров в Москве, этих билбордов под концерты. Тот ему каким-то бартером что-то отдал, 50, что ли, билбордов. Ну вот эти 50 билбордов, собственно, и какое-то там количество бартерных баннеров на Mail.ru были тем рекламным ресурсом, который запустили Метро. Что касается политики. И это дало книге вторую жизнь? Это дало книге вторую жизнь. То есть оно превратило ее в хит? Да, 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 абсолютно. Ну там было напечатано за лето, и разошлось еще сто тысяч экземпляров. Потом я от него ушел. А как это выглядело финансово? То есть он все это делает в обмен на что? Ну он как бы, он издатель. А. Он издатель. То есть вы заранее договариваетесь, кому сколько уходит от продаж? Ну он назначил мне какие-то там роялти пообещал. Как это вообще работает? Там с каждой книги, допустим, тебе обещают, не знаю, там 10 центов, 20 центов, там полдоллара. С экземпляра? С экземпляра. Доллар, в зависимости от того, насколько ты хорош. Ну вот он мне что-то там пообещал, что превосходило мои роялти в издательстве «Эксмо». И это было, конечно, очень соблазнительно, потому что в «Эксмо» просто мной не занимались. Я там засунули в какую-то серию, перестал продаваться, «До свидания, пиши еще». Политика. Про политику. Я, значит, когда с ним познакомился, он вообще был всегда таким суперпрогрессивным чуваком. Я был не в курсе его политических взглядов, но в какой-то момент увидел у него портрет Суркова в кабинете. Я такой говорю, «Кость, ну серьезно, Сурков? Это Кремль, что ли?» То есть я не знал, на самом деле, в это время, что он вообще сидит на деньгах из администрации. И был не в курсе политической подоплеки взгляда «Ру». Постепенно я в этом разобрался, как бы, и пытался с ним спорить. Но, в принципе, наша с ним история взаимодействия закончилась в течение года после издания «Метро-2033». Я от него ушел, и все. И дальше я был сам уже по себе. А уйти ты мог просто? Не так, как ребята с «Блэкстара». Ну нет, меня не приковывали наручники, г-батареи. Это был там… Ну там они выпустили какой-то тираж, там договор закончился, и все, я пошел. Меня не принуждали к сотрудничеству. Ну просто скажем так, опять же, чтобы разобраться в том, что происходит в стране, чтобы понять, какую роль играет администрация президента, кто реально кукловод, что происходит, что происходит со СМИ. На это уходят годы, понимаешь? Чтобы ты понял вообще, как что устроено. Куча народа до сих пор вообще не одупляет. Я положил на это реально 20 лет жизни и много личных знакомств с разными людьми по разные стороны баррикад, чтобы плюс-минус сориентироваться. И многие вещи, которые я сейчас рассказываю, людям могут казаться там паранойей или еще чем-то, понимаешь? Но, то есть, ну постепенно я понял, что к чему, и сейчас мы с ним, разумеется, не общаемся. То есть я его последний раз видел несколько лет назад, просто на каком-то дне рождения столкнулся. Рыков же раскручивал Сергея Минаева. Рыков раскручивал Сергея Минаева, и потом он раскручивал Эдуарда Багирова, потом он раскручивал другие вещи, но они уже... Потом он делал проект «Маруси». Проект «Маруси» был единственным, не единственным, последним успешным каким-то проектом прозвучавшим. Были какие-то другие. Там была книга Марина Литвиновича «Нефть», Роман Кирза. То есть он разные вещи брал на самом деле. Какие-то были идеологизированы, какие-то нет. И не все они одинаково успешно стартовали. Некоторые погрузились как бы в лету. Про Соловьева. Ты как-то назвал публику, для которой он работает, овощеобразной. Я такое говорил? Да, это некрасиво. Нет, секундочку. Овощеобразные — это люди, которые хотят это слушать. Что значит «некрасиво»? Ну как можно людей, даже с другими политическими взглядами, называть овощами? Нет, секундочку. Во-первых, это не люди с другими политическими взглядами. Это люди, которые слепо верят предлагаемой информации, не подвергая ее критическому осмыслению. Ну, это, скажем так, я думаю, что это калька с английского «coach potato». Человек, который... Картофель, диванный картофель, который лежит на диване, как бы, и все, что ему там заливают в голову с телевизионных экранов, как бы, хряпает, вот, и в это во все верит. Мне кажется, Соф, что в современном мире единственный способ твой каким-то образом вообще формировать собственную позицию, это все подвергать критическому осмыслению. Есть, блядь, интернет у тебя. Почему тебе, сука, не зайти в интернет и не почитать, что пишут где-то еще? Ну, тем более, что, ну, максимально нелепые персонажи. Уже, ну, слушай, я, допустим, для прошлого поколения, ну, это какие-то позапрошлого поколения люди. Соловьев там, Петр Толстой там, кто там этот, Киселев твой. Для кого вообще... Для кого вообще они вещают? Какие-то нелепейшие формулировки. То есть, ну, пропаганда, то есть я понимаю, как она примерно устроена. Это манипулирование за счет эмоций, да? То есть это вброс каких-то таких эмоциональных там стимулов, триггеров, которые отключают рациональное мышление там через страх, через боязнь чужого, через там, не знаю, ну, вот такие вещи преимущественно, да? Русскому человеку что-нибудь скажи, что гомосеки вот-вот захватят Кремль, все у него, его перемыкает, как бы, и даже если тут были какие-то выборы на носу, он грудью, значит, против гомосеков, там, педофилов, которые вот собираются сейчас, там, прийти к власти при помощи парламентских выборов и так далее. То есть какие-то вещи, просто отключающие рациональное мышление. Или вот такая там угроза со стороны американцев, со стороны НАТО. Сейчас они вторгнутся, и нас здесь совершенно всех просто разнесут, сравняют с землей. И тут наш человек как такой. Ему говорят, подождите, подождите, но как же проблема вашего бесправия? Он говорит, подождите, ну, здесь американцы нас осадили, мы в кольце врагов. То есть это известный, в принципе, ну, и в пропаганде, и в медиа, анализе, феномен, там, о психологии осажденной крепости. В принципе, мы работаем, наши телевидения работают по геббельсовским методичкам. Это все можно в интернете, там, и он сформулировал принципы некоторые. Ты можешь все найти, поискать. Врите наглее, тысячу раз скажи о человеке, что он свинья. Манипулируете статистикой, создавайте человеку ощущение, что он в меньшинстве, что большинство считает так, как нужно власти. Дискредитируете вашего, значит, собеседника, условно говоря, оппонента, не обращаясь к сути разговора. А просто, например, да ты педофил. Раз, и все. И пойди отмойся от того, что ты педофил, например. Да ты гомосек. О, как же так? Ну и все. То есть, как бы, да у тебя иностранное гражданство. И все. И как бы у тебя теперь нет права типа говорить о судьбах родины, потому что у тебя иностранное гражданство. У тебя иностранное гражданство? У меня есть иностранное гражданство и пара видов на жительство, да. Но как бы я... Израиль. Израильское гражданство у меня есть. ВНЖ в Испании. И ВНЖ в Испании, да. И где-то еще. И еще где-то. И в Германии еще в ВНЖ. Слушай, ну, я просто... Ты знаешь, я принадлежу к тому поколению, которое хотело жить в глобальном мире. И я все еще хочу жить в глобальном мире. То есть я считаю, что вся эта история про... Сиди, родился и пригодился, живи здесь. Ну, как бы, твоя риторика — это твоя риторика. То есть я не вижу ничего плохого в том, что ты родился как бы вот в Москве, потом ты прошел обучение, как я, например, в Иерусалимском университете, потом ты поработал, например, во Франции, потом ты еще где-то пошел, потом снова приехал сюда, потом еще куда-то поехал, потом опять вернулся сюда. Мир вообще-то открытый. Ты можешь жить, где хочешь, набираться опыта, приносить его, возвращаться домой, передавать этот опыт дальше. Я не был бы тем, кем я являюсь, если бы у меня не было всего этого опыта, если бы я не был там друзей в разных европейских странах, если бы я не говорил на этих языках, на которых я говорю, если бы я не был открыт другим культурам, если бы я просто не жил и не ездил все время. Я все время... Ну, такой я человек, и я считаю, что это круто. Я хотел бы, чтобы мои дети тоже были максимально открыты внешнему миру, чтобы, да, тоже учились в иностранных языках, чтобы они были билингвы или трилингвы. Мне кажется, это круто. И за этим будущее. А окапываться в своем этом огороде и говорить, что какое моральное право там вы имеете... Ну, то есть люди, которые рассуждают об отсутствии морального права, это люди с домом на озере Кома, или это люди, как бы, у которых, у самих, у всех там дома в Лондоне стоят. Точно не эти люди должны учить нас патриотизмом. Было ли бы ты таким же дерзким, если бы у тебя не было паспорта Израиля и двух видов нажительства в Евросоюзе? Наверное, нет. Конечно же. Но это, опять же, вопрос... Они же не случайно у меня появились. То есть ты думаешь, что делать со своей жизнью, как тебе своей жизнью распорядиться, как ее управлять. Для меня свобода, надеюсь, что меня не смотрит товарищ майор, являлась всегда какой-то ключевой ценностью, понимаешь? И я строил свою жизнь так, чтобы иметь возможность свободного перемещения по миру, выбора страны, где я хочу сейчас жить, работать, поехать туда, чтобы оттуда вернуться и так далее. Отсюда выстраивается остальное. То есть, конечно, это дает мне возможность рассуждать более свободно. Если бы я был привязан, прикован наручниками к батарее на подвале где-то, может быть, я так отважно бы и не пиздел, разумеется. Но дальше вопрос каждому человеку, где степень его внутренней свободы. Могут ли меня нахлобучить за все эти выступления? Мы же с тобой в Москве разговариваем, а не в Барселоне. Я думаю, что запросто могут нахлобучить. И периодически людей нахлобучивают за такие вещи. Я думаю, что все-таки свобода слов у нас не карается сейчас, пока. Когда начнет, начнет ли в какое-то ближайшее время, карается политическая деятельность активная. То есть, уличные пикеты, вот это все, демонстрации, за это могут тебя хорошенечко въебать. А за как бы высказывание нет. Но большинство людей предпочитает даже не высказываться. Хотя я не думаю, что если бы люди просто говорили какие-то вещи, к каждому из них бы обязательно пришли. Паспорт Израиля у тебя потому что репатриация? Потому что репатриация. А в ВНЖ в Германии и в Испании потому что у тебя недвига там? Поехал жить. Как поехал? Без покупки недвига? Ну, в Испании купил, да, квартиру себе. А в Германии как можно получить в ВНЖ? Ну, потом расскажу. Ну, короче, получить в Германии... Фиктивный брак? Нет. Нет. По той же причине, по которой ты получаешь паспорт в Израиле. Немцы пытались восполнить количество еврейского населения, которое они зачистили во время Второй мировой войны, уничтожили, и у них была какая-то, значит, квота на еврейскую национальную миграцию. Ты сейчас живешь в Барселоне? Я частично живу зимой в Барселоне, как климатический беженец. А, то есть это не эмиграция, это именно история беженца? Ну, как бы климатического, да, не политического пока. Можно ли писать про Россию из Барселоны? Нет. Нет. Ну, поэтому, значит, я живу в Барселоне, то есть я там, допустим, нахожусь в течение недели, потом я там неделю в Москве, или несколько дней в Москве, и остальное время я где-то там езжу. Вот, ну, по миру, потому что там книги выходят в разных странах, и там зовут то сюда, то туда. Ну, сейчас с короной, конечно, поменялось, но так было последние пять лет. Вот, ну, и даже последние, наверное, десять лет. Хотя Барселона последние, только пару лет. Ну, то есть, временно какая-то история, там, пожил, потом уехал, там, еще куда-то пожил. Я бы там в Японии с удовольствием пожил, в Токио, в Лос-Анджелесе я бы пожил с удовольствием, если бы там у меня какие-то проекты происходили удачные. То есть, я к этому не отношусь как к эмиграции, поскольку это четвертая у меня уже эмиграция, получается, там, как-то в том или ином виде. Я к этому не отношусь как к чему-то, к какому-то судьбоносному решению, которое принимается раз на всю жизнь, типа, покинуть Россию, там, прощание мытой России, там, ты скрыт, ты волен делать, что хочешь. Ты сказал, что нельзя писать про Россию из Барселоны. Нельзя. Поэтому нужно здесь все время находиться, как бы приезжать, как по крайней мере, или часть времени здесь проводить, для того, чтобы это чувствовать. Когда ты уезжаешь надолго, ты консервируешься в своем представлении о стране, того времени, когда ты там жил. А страна движется. Это как белая эмиграция во Франции. Понимаешь, белогвардейцы эти беглые, которые сегодня, там, их четвертое поколение, их потомков, продолжает, какие-то там праздники другие. Они до сих пор говорят на совершенно анахроничном русском языке, которого больше нет, потому что большевики его снесли, переформатировали, а потом пришла постсоветская Россия со всеми сленговыми, сленгами из интернета и англицизмами заимствованными. А люди продолжают говорить, есть диаспора русскоязычная, белая эмигрантская во Франции, которая продолжает говорить на этом несуществующем языке и тосковать по этой какой-то несуществующей, уже несбыточной такой пасхальный какой-то там святочный этой России их четвертом поколении от прошлого. Тебе нужна все время синхронизация с актуальным состоянием умов и с настроениями. То есть ты должен быть здесь, чтобы дышать воздухом, понимаешь? Потому что иначе ты впадаешь в лубок, в условность или в какую-то засахренную ностальгию. То есть Бунин тоже писал, но это все время была проза или поэзия, связанная с его домигрантским периодом. Понимаешь? Как с этими белыми грантами в Париже, всеми остальными. Поэтому, конечно, нельзя совсем оторвавшись от корней что-то продолжать писать про Россию. А ты тут меня поддел по поводу твоей риторики, где родился, там пригодился. Так я же не про то, что жить только здесь. Я все чу, конечно. Я просто к тому, что Россия в целом потенциально это мега страна. Россия охуительная страна. Да, и просто здесь круто жить. До Крыма в моем представлении это был второй город Европы. Лондон, Москва. Вот два города, которые могли биться. Я вообще нигде себя так в Москве не ощущаю. И, безусловно, то, что здесь родина, и то, что без этого никуда, что это тот воздух, которым ты вообще дышишь, в принципе. И в Европе ты как бы с аквалангом дышишь этим московским воздухом все равно, понимаешь? Поэтому это безусловно, это бессмысленно отрицать. Мир сегодняшний это мир сложных идентичностей. Кто вообще требует от тебя, за исключением людей, на озере Кома определяться? Ты можешь быть и россиянином, и украинцем, ты можешь быть одновременно русским, евреем, татарином, как я. Ты можешь быть американцем, будучи наполовину филиппинцем, наполовину поляком. И ты можешь иметь два родных языка. Мир сплавляется, понимаешь? Все это объединяется, фьюжн происходит. Это все мы какими-то разговариваем через телевизор устаревшими понятиями. Конечно, есть место, где ты родился, где ты рос, где твое детство прошло, оно навсегда для тебя родное. И ты всегда хочешь к тебе вернуться. И, конечно, ты хочешь, чтобы в этом месте люди жили особенно хорошо, потому что это твое родное место. В этом плане я тебя полностью понимаю и точку зрения твою разделяю. Но черный ты или белый, русский ты или нерусский, это какие-то мало того, что дискриминационные вещи, они еще очень из прошлого. Понимаешь? И несмотря на трампизм, несмотря на Брексит, несмотря на волну какого-то правого популизма в Европе, глобализацию не остановить. Мы все равно будем жить в едином мире. Так даже Соловьев не акцентируется на том, черный ты или белый. Соловьев, ну, как бы, условный Соловьев. Я не знаю, может где-то он акцентирует. Условный Соловьев, условно говоря, линия государственной пропаганды требует от тебя какой-то тотальной лояльности и подразумевает, ну, в частности, все вот это лишение людей с видом на жительство в других странах права, не то чтобы я собирался, баллотироваться на какие-то государственные посты. Что это такое? То есть это только желание людей глобализированных исключить из политического процесса. Зашельмовать их, назвать их наймитами, иностранными шпионами. То есть когда волна и слышны шпиону мании. Ну, подожди. Вот у этого набора людей, которые сидят в Думе и запрещают нам есть пармезан и смотреть в сторону Запада, вот то, что у них есть двойное гражданство, это действительно довольно ебаная лицемерие. Это тоже не лицемерие. Слушай, у нас во власти находится исключительно прагматики. Понимаешь ты это или нет, это так. Вся наша политика супер прагматична. Просто иногда они неправильно ставят все цели и неправильно подбирают средства. Что может быть лучше, чем иметь 10% правительства гомосексуалистами и при этом жестко банить гомосексуализм. Понимаешь, это как в обитаемом острове. Нет, это прагматизм. Это спецслужбистский и КГБшный иезуитский прагматизм. Ты знаешь, что у тебя у всех членов правительства есть и вид на жительство, и ты сейчас себя обвеляешь нелегальным. Говоришь, ну, ребят, ну вы это свои. Ну они знают, что на каждом... То есть, как вообще в принципе... А, это типа, ну, это тот самый... Что такое коррупция? Коррупция. Вот ты говоришь, что коррупция это плохо. Ну, коррупция это прекрасно. Без коррупции бюрократия в России была бы совершенно неуправляемой. В отсутствии идеологии, когда люди делают то, что надо, потому что они в это верят, когда у тебя вся... Весь государственный аппарат укомплектован циниками и ворами, единственный способ заставить их повиноваться, это иметь на каждого из них папку. Понимаешь, когда у тебя есть досье на каждого человека, когда ты говоришь, вот этот ебал мальчиков, вот этот, значит, изменил жену с проститутками, вот этот воровал, вот этот... То есть на каждого человека есть какое-то, ну, какое-то дело лежит. И когда человек проявляет малейшую нелояльность, голосует против закона о том, что надо есть детей или еще что-то, тебе говорят, ему звонят и говорят, Иван Иванович, а что вы голосовали-то против закона о том, что можно есть детей? Вы не знаете, неужели, что мы видели, что вы несовершенно летнюю девочку в прошлом году, вот у нас макросъемка. Он говорит, виноват, попутался. И все, оп. И вот это, мне кажется, обеспечивает тотальную управляемость, лояльность и выстраиваемость в шеренге или в фаланге по необходимости российской бюрократии, чиновничеством. А ты исключаешь, что есть чиновники, которые не изменяли жене с проституткой? И не брали на лапу все свои платы? Ты знаешь, я поскольку не столько фантаст, сколько исследователь русской жизни, я знаю, что есть масса случаев, когда человек пытается встроиться в систему, например, чтобы служить отечеству. А ему говорят, слушай, такое дело, короче, давай, иди сюда, я сейчас объясню, вот надо, чтобы у тебя видос был. Или там, занеси вот два мульта тому человеку. Как бы ты не можешь, в принципе, я думаю, что выше определенного уровня. Хорошо, мое мнение, субъективное, такое, что ты в нашей стране устроена все так, поскольку от этого зависит управляемость системы, что ты не можешь по-настоящему делать карьеру, если у тебя ничего нет. То тебя будут как бы отодвигать, как бы тебе предложат, ты откажешься, тебя просто отодвинут. Тебя не допустят до определенного. Потому что, если ты в деле, это как круговая порука, понимаешь? Это как быть замазанным. Ну, как гангстер мажет кровью, да? Конечно. Не обязательно кровью в нашем случае. Иногда там другими жидкостями. И, в общем, я думаю, что это обеспечивает полную лояльность и управляемость бюрократической системы нашей чиновничества. Европа. Да. Ты говоришь, цивилизованный мир, гражданские права и все остальное. Нет ли у тебя ощущения, что в этом самом цивилизованном мире сейчас реально инакомыслие уже наказывается и будет наказываться? По каким-то вопросам, где, в общем, тоже хотелось бы дискуссии иметь. Я про ту самую новую этику и все остальное. Ну, поскольку новая этика очень новая, я думаю, что отношение к ней еще не устоялось. Но так или иначе, есть, бывает какое-то положение вещей, да, оно доходит до ситуации, когда оно перестает строить людей и движется в обратную сторону и это вот мы сейчас где-то здесь, это не баланс, баланс будет вот тут. Понимаешь? Ну, то есть, условно говоря, если ты 200 лет черных не берешь в школу, то какое-то время тебе надо всех черных брать в школу, это называется корректирующая дискриминация, чтобы исправить всю ту историческую несправедливость. Иначе, если ты пустишь на самотек и просто начнешь брать каких-то черных в школу, это уйдет еще там столетия, чтобы это выровнялось. То есть, сейчас нужно предпринять какие-то действия для того, чтобы исправить историческую несправедливость, даже если она в текущем моменте будет означать дискриминацию белых мужчин, гетеросексуальных. Когда нам говорят здесь, что такое black lives matter, all lives matter, но как бы мы не имели, то есть, разумеется, как бы да, но речь стоит о том, что там, ну, в Штатах, если полицейский белый видит черного с оружием, тот стреляет как бы на поражение, не задавая вопроса, практически всегда. И об этом идет речь. Поэтому вообще... Реально так? Ну, как бы там огромное количество случаев применения... О каком гражданском обществе можно говорить, если мент стреляет... Но оно может быть полицейским, гражданским и правовым. Если тебя не ебнули при задержании, ты всегда можешь как бы в полицию что-то сделать в суде, защитить свои права и потом еще там отсудить что-то у них. То есть у них, по крайней мере, независимые суды, которые работают. Но то, что у них огромная проблема полицейского насилия, собственно, не надо как бы это отрицать и спорить, потому что американцы выходят на улицы миллионами протестуя против избыточного полицейского насилия. Есть проблема. Полицейское государство. Оно может быть полицейским и правовым. Оно полицейское и неправовое. Понимаешь? То есть как бы у нас, когда при задержании чувака убили там или отвезли его в ВД и надели на бутылку шампанского, что там кто-то сильно за... Ну, во-первых, никто, разумеется, не вышел на улицы, потому что никому не хочется знать, как шампанское с другой стороны ощущается. Это раз. Поэтому давайте как бы не испытывать судьбу. А во-вторых, люди понимают, что вряд ли этим что-то добьются. И в-третьих, наконец, они думают, может быть, он сам чем-то провинился. Не бывает же дыма и без огня, как нам говорит Владимир Соловьев. Вот люди будут смотреть это интервью и скажут, слушай, Глуховский, вот и Дудь тоже, кстати, этот Дыни Головой, вот вы живете в России, нормально себя чувствуете, нормально зарабатываете, говорите все, что хотите и при этом ругаете Путина. Не оборзели ли вы? Ну, во-первых, мы проверим, не оборзели ли мы чувствуете. Ну, как бы, ты всегда, как бы, тыкаешь палкой в спящее чудовище, и оно, как бы, не откусит ли она у тебя голову, ты не знаешь, правильно? Может откусить. Но, с другой стороны, а при этом остается ощущение, что у нас все равно гораздо больше самоцензуры в стране, чем реальная цензура. То есть люди, поскольку запуганы они поколениями, они предпочитают, как бы, смолчать лишний раз, вместо того, чтобы лишний раз высказаться. И мои родители, например, все время говорят, зачем ты опять это сказал? Ну, зачем ты это сказал? Не говоря там о дедушках и бабушках, пока были там, остальные тоже живы. И все время вот это ощущение запуганности, оно, оно, ну, с поколениями у нас в крови находится, оно впитано и находится на подкорке. Но это вопрос, как бы, преодоления немножко себя, мне кажется, нет? А что Путин сделал тебе, если у тебя все хорошо? Повторюсь, Путин имел исторический шанс, у себя на руках, превратить нас в современное государство, свободное, процветающее. И он, ради того, чтобы просто оставить власть у себя, этот шанс не просто упустил, а похерил. Вот, в чем главная история. и русский человек, как он был бесправен, так и остается. Немножко больше свободы, но это свобода только личная. Тут, хорошо, сейчас ты можешь трахаться с кем хочешь и можешь выезжать за границу. На этом твоя свобода, в принципе, закончилась. И пространство свободы сужается. Сужается она потому, что расширяется личное пространство авторитарного лидера. Вот. В этом мои, собственно, претензии к нему. Чувствуешь ли ты эту свободу, живя на Западе? Там есть другие моменты, но там просто, знаешь, свобода не ощущается. Ощущается не свобода. Ты не чувствуешь свободу. Ты чувствуешь, когда ты не свободен, когда идет наступление на твое личное пространство, когда тебя ограничивают, когда у тебя наручники на руках, это они натирают твои запястья. Вот это ощущение. А когда у тебя ничего нет, ты по улице идешь, ну как бы нет и нет. Будут ли тебе на испанском или немецком канале давать трибуну, возможность высказаться, если ты там будешь говорить, что Путин красавчик? Я думаю, что всегда можно найти... Во-первых, как писатель, я имею право на любое мнение. И мы знаем примеры. Будет ли оно интересно, если оно будет за него? Ну, как мы видим на примере других моих коллег, есть всегда трибуна для пропутинской какой-то повестки. В Европе? В Европе в том числе. Есть же там разные мнения, и разные платформы, и разные средства массовой информации, поддерживающие разные политические позиции. Путин, в принципе, синхронизировался с правым европейским популизмом. Есть огромное количество сочувствующих правым популистам газет и зданий каналов, венгерских, скандинавских, британских и так далее, которые вполне могут занимать позиции, созвучные путинским позициям. Поэтому здесь, я повторюсь, никакой конъюнктуры особенно нет. Если бы это не совпадало с моими убеждениями, я бы всего этого не говорил. Но смотри, про западный мир. Я спрашивал тебя, как твой отец, который занимался сербской поэзией, отреагировал на бомбежки Югославии в 99-м году. Считается, что... В это время я просто... Я жил отдельно в это время, и поэтому я... Считается, что те события развенчали последние мифы и надежды на то, что в западном мире может быть справедливость. Секундочку. Сербы, вообще-то, подвергали резне боснийцев, косоваров и хорватов. И поэтому... В Европе происходил как бы геноцид в конце 90-х годов, понимаешь? Без санкций ООН бомбить столицу государства так, что мирные люди там погибают, это пиздец. Это типа нехорошо. Но ООН очень неуклюжий механизм консенсусный, который был блокирован Россией и Китаем. И у тебя... Ты не можешь получить санкцию Совета Безопасности ООН, потому что у каждой из пяти постоянных стран членов Совета Безопасности есть право вето. То есть ты не можешь протащить никакое решение через него. Если Россия говорит, нет, мы не бомбим сейчас Белград, потому что это наш союзник, то сербы продолжают как бы все это делать. Другое дело, что, разумеется, хорваты тоже ответственны за ответственные военные преступления и так далее. Не хотели европейцы вторгаться и тратить в жизни своих солдат и предпочли с воздуха решить вопрос. Я к чему? На каждую злую непоследовательность здесь есть злую Я не идеализирую Запад. Америка — это полицейское государство, но правовое. В Европе есть проблемы с тем, что они игнорировали вопрос интеграции мигрантов, например. Мне не очень близки левые идеи социалистические. Я считаю, что человека надо стимулировать, потому что он работал, вместо того, чтобы приучать его к бесплатной кормушке. То есть в любой ситуации можно что-то найти. Но в целом я считаю, что в обществе где есть конкуренция, в отличие от монополии, где есть свобода, в отличие от ограничения человеческой воли, где есть у человека права, которые гарантированы ему, да, и еще полезно, когда права на собственность ему гарантированы, тогда его это стимулирует к тому, чтобы работать и зарабатывать, потому что он не боится, что у него отнимут это. Это общество будет развиваться лучше, быстрее, оно будет гибче. И поэтому я совершенно во все эти байки про закат Европы не верю. Я убежден, что западный мир в долгой перспективе все равно переиграет и любые модели авторитарной модернизации, как китайская, и тем более любые просто авторитарные истории, как Россия, Белоруссия и так далее. Вот и проверим. Вот и проверим. Через 20 лет. Из чего состоит твой заработок? Ну, из разных вещей. Диверсифицированы. Книги, права на экранизацию, компьютерные игры. Давай, насколько возможно, попробуем детализировать. Во-первых, я правильно понимаю, что главный источник дохода это, как у музыкантов, есть доход от стриминга. То есть ты написал некоторое количество популярных песен, их слушают на платформах, и это приносит тебе деньги. У тебя такая же штука с роялти... Да, конечно. Роялти от всех книг, которые ты написал, приносит тебе 1 миллион рублей в месяц? Да. По-разному это зависит. Потому что, когда выходит новая книга, конечно же, гораздо больше. Когда нет новой книги? Вот сейчас. Когда последняя новая книга вышла несколько лет назад? Может, 1 миллион не приносит в месяц. Но иногда приносит. Но в целом, в среднем за год, я думаю, да, получается. Да, я думаю, что да. Сколько стоит новая книга? Вот ты просто пишешь новую книгу. Там такая история, что тебе дают аванс против роялти. То есть, например, ну, смотри, тебе вперед дают, допустим, 100 тысяч долларов, и твоя роялти, например, доллар с книги. Так. Ну, это раньше было, пока рубль не упал. Сейчас, я думаю, это все будет пересчитано. Если ты продал меньше, если книги продалась меньше, чем 100 тысяч экземпляров, то ты как бы должен издательству. Надо еще там писать, выбирать этот аванс. Если больше, то они должны тебе. То есть, вот такая история. И большинство авторов работает вот по этой схеме как бы аванс против роялти. Сколько стоит, когда по твоей книге делают компьютерную игру? Это ничего не стоит, это тоже зависит от того, насколько игра будет успешна. То есть, тебе не дают деньги вперед. Когда давным-давно мне дали 10 тысяч долларов на самом старте, я сказал миллион, мне сказали 10 тысяч, я сказал, отлично, давайте. Это было начало нашей коллаборации с украинской... Миллион долларов, ты сказал? Я подумал, что вдруг я нашел лотерейный билет. Мне сказали, миллион у нас нет, но это было мне там было типа 20, 4 года. И я подумал, что вдруг это оно. Мне сказали, знаешь, чувак, похолонись чуть-чуть, потому что у нас для тебя 10 тысяч. Я сказал, давай 10 тысяч, отлично, все, супер, договорились. У метро уже куча перепечаток на других языках и больше миллиона по всему миру проданных экземпляров. Так? Больше, значительно миллиона. Ну да, там типа 37 языков, метро вышло на 37 языках, на всех европейских, на большинстве азиатских, включая там тайский. Я слышал, что если книга издана более чем миллионным тиражом, это значит, что она тебя будет кормить до конца жизни. То есть это деньги, которые... Сколько проживешь, смотри. Вот. Я пока далеко не планирую, учитывая все обстоятельства. Вот. Но хотелось бы, конечно, лета 90. Не знаю, хватит ли. Но ты знаешь, как бы, дело в том, что книги — это абсолютное казино. То есть ты никогда не знаешь, будет ли роман успешен, попадет ли он в жилу. И мне очень не хочется и никогда не хотелось фабриковать какие-то истории просто для того, чтобы они хорошо продавались. из прагматических соображений, потому что как ты начинаешь... У меня есть знакомые такие писатели-режиссеры, которые от маркетинга танцуют. То есть они думают, что вот есть аудитория под это, и сейчас я для этой аудитории что-нибудь сконструирую такое, что эта аудитория схавает. Но их примеры неоднократно доказывали мне, что это никогда не работает. Получается бездушный, искусственный очень продукт, и люди это очень чувствуют. Потому что с моей точки зрения, и я к этому не сразу пришел, главное, зачем человек берет в руки книгу, как и фильм смотрит, это за настоящие живые эмоции, пронзительные. Люди ищут отражение своих жизненных историй в литературе, в кино, ищут ответ на какие-то вопросы, или хотят отвлечься и прожить чужую жизнь. Если ты это фабрикуешь как бы из расчета на продажи, то получится однозначно дохлый шлак, мертворожденный какой-то ребенок, продукт. Я на самом деле занимаюсь, получается, с 17 лет, мне сейчас 41, то есть 24, допустим, года. За это время у меня есть 7 книг. То есть я не штампую их, я стараюсь, чтобы каждая вещь была, ну, хотя бы другой, понимаешь, чтобы это был под итогом какого-то жизненного периода, который я прожил, каких-то ситуаций, в которых я побывал, каких-то размышлений, которые у меня были. И часто, возвращаясь к вопросу, я не угадываю. По большому счету, текст был вторым из 7 действительно успешных каких-то резонансных таких проектов моих. Я общался со знающими людьми и они сказали следующее. За все эти годы написал только 7 книг. За эти же годы условно Сергей Лукьяненко написал книг 40 и заработал на них меньше, чем Глуховский на своих семи. Это так? Я не знаю, сколько зарабатывает Сергей Лукьяненко, и я не очень интересуюсь, сколько зарабатывают коллеги по цеху. Но это именно противопоставление как бы прочувствованной, продуманной, прожитого вещи халтуре. Я понимаю, что халтура — это путь никуда. Ты разочаруешь людей, ты их от себя отвратишь. И самое главное, все-таки, насколько бы коммерчески успешной я не был, все равно моя задача, конечно, плюнуть в вечность. Хорошо, что это приносит мне деньги. Класс. Но я готов писать вещи заведомо провально. То есть у меня следующим романом моим запланирована семейной драмой, история про распад современной семьи, которая наверняка завалится коммерчески. То есть ничего там не будет, никаких продаж. Но мне это важно, мне это интересно, и я хотел бы на эту тему написать. Поэтому я за нее буду браться. Ну, то есть вот так. Почему тебе это важно? Ну, какие-то вещи, которые я проживал лично. И хочу, пока я их не забыл, пока я не выветрюсь из головы, размышления о отношениях между мужчиной и женщиной, там, взаимоотношениях с детьми со своими каким-то образом отразить и изложить. У тебя распадается семья? Ну, я разведен сейчас, вот развелся. «Метро» ты написал очень молодым, и это была очень коммерчески успешная книга. Ну да. Правильно ли ты понимаешь, что разбогател ты молодым? Ну, что значит, разбогател, что значит, молодым. Простая отметка. Миллион долларов... До 30 лет. До 30 лет я заработал. Что у тебя в голове происходило? Что происходит в голове человека, которого вот эта вот магическая цифра, сакральная, она на счету оказывается в таком молодом возрасте? Ну, я сразу купил на нее себе там таунхаус, и все, у меня деньги кончились. И на ремонт даже не было, и пришлось дальше там что-то делать, чтобы заработать на ремонт. Вот. Но, как бы, цены были немножко другие, повыше. Потом же рубль упал, как бы, понимаешь? Таунхаус за миллион долларов? Таунхаус, да. Где это было? Это было на Подушкинском шоссе. Ну, там ничего такого сверхогромного, престижного, ну, какой-то вот, типа, я хотел, чтобы это было... Ну, в то время я думал, что это будет дом моей мечты, в котором я там проживу всю жизнь, и тратил на это все деньги. Ну, вот и все. Ты покупаешь, и эти деньги заканчиваются. Я в какой-то момент я думал, что я буду тратить по две тысячи в месяц, мне хватит на 40 лет. Но потом я понял, что так не получается как-то не тратить по две тысячи в месяц ни на 40 лет, потому что ты просто покупаешь себе эту штуку, и все, кончилось. Твоя цитата. Настоящий русский писатель, я здесь не говорю про себя, он гораздо в большей степени оракул, нежели коммерс. И как только он начинает зарабатывать, ему немедленно идет минус к его карме. Продался. Ты рефлексировал на это? Постоянно. Конечно. То есть тебя тяготило, что ты коммерчески успешный? Ну, да, конечно. Ну, то есть это кокетство, с одной стороны, потому что лучше быть успешным, чем неуспешным. С другой стороны, успешный писатель — это прям такое какое-то клеймо. Успешный писатель, типа, не может быть тру. Понимаешь? То есть тру — это вот Платонов, у которого там сын в лагерях, и сам он всю жизнь в нищете. Тру — это Мандерштам погибший. Тру — это Достоевский, который через каторгу прошел. Это вот тру. Вот. Но с другой стороны, ведь есть Тургенев, который как бы барин, и космополит тоже. Ну, а есть как бы и Набоков, который билингва, профессор, антомолог, эстет и так далее. То есть, но, конечно, когда ты говоришь о русском писателе, ты сразу думаешь в первую очередь, наверное, о Достоевском, и думаешь, что писатель должен познать дно. С другой стороны, я думаю, что по системе Станиславского можно... Во-первых, нельзя сказать, что я родился серебряный, несмотря на твои эти заверения, ложечкой во рту, и я суперобычный в семье, за исключением дедушки, но там я его не очень часто видел. Так, вот, пожалуйста, Костромская область, город Мантурово, где я провел все свои каникулы, значит, и школьные, и зимние, а в детстве, когда я был маленький в саду, меня просто полгода туда отправляли, там деревенский дом, размером там 50, по-моему, метров, сортир как бы на сарае, огород, все там ведро, там дома никакого ничего нету, баня городская. И вот это все мое, как бы, до там лет 13, я там вот просто был. И родственники у меня супер такие, ну, обычные русские люди. Я вот по маме совершенно обычный русский человек, вот причем такой из глубинки, понимаешь? И это все совершенно настоящее. А по папе, наоборот, такой экспириенс очень городской. То есть я от этого всего отталкивался, понимаешь? И это во мне где-то там, если немножко поскоблить, оно все еще осталось. Эти полюса есть. Конечно же, когда ты заплываешь жиром, у тебя фокус сбивается. То есть ты начинаешь терять ощущение. Это большой риск для писателя, наверное. Вот. Поэтому, разумеется, я над тем много думал. И комплексовал, и продолжаю комплексовать. Но поскольку другим образом, которым я хотел бы следовать, был такой как бы английский или американский рок-стар, то есть я бы, наверное, хотел быть реально на самом деле рок-стар, если бы он умел петь там и все такое. И образ жизни присущий как бы рок-звездам, но не звездам русского рока. Вот. С их беспробудным как бы алкоголизмом и так далее. То есть все-таки мне как-то больше прельщал вот американский этот образ или английский какой-то рокер. И меня продолжает как бы с этим рвать. Но вот как я пришел к идее о том, что можно не выбирать, кто ты будешь по маме записывать себя в паспорте или по папе. Ты можешь быть и по маме, и по папе одновременно, и быть тем и другим сразу. Так, наверное, ты можешь перестать уже комплексовать и выбирать между русским писателем и американской рок-звездой, и попытаться быть всем сразу. У тебя есть объяснение, почему народ фанатеет от Сталина? Почему Сталин снова суперзвезда? Во-первых, у меня есть ощущение, что эта история немножко пошла на спад. Она действительно была там несколько лет назад. Сейчас люди... Ну, потому что Сталин это империя. Как было сказано ранее, мы все имперские подданные. У нас нет гражданского сознания, в принципе. У нас сознание имперское. Мы счастье свое видим в том, чтобы быть частичкой чего-то огромного, угрожающего, неумолимого, исцеляющего всему цивилизованному миру пизды. Сталин — это символ нашей имперской мощи. Те же самые люди, которые молятся на Сталина, они же ходят с иконками Николая II, с нимбом мученика. Казалось бы, противоречие. Ведь это большевики убили. В чем дело? Откуда этот диссонанс? Дело все в том, что просто как Николай II, символ Российской империи, так и Сталин — это символ перелицованной той же самой Российской империи, Советской империи, которая, да, поменяла лого, она поменяла, как бы, мото, она поменяла, ну, там сказать, правоустанавливающие документы, но, в принципе, по сути, осталось тем же самым. Это значит, если разобрать ситуацию, все происходит от того, что обычному нашему человеку нет никакого шанса почувствовать уважение к себе, самоуважение в обычной жизни его. Ты ничто, ты знаешь, что ты ничто, ты знаешь, что тебя в любой момент могут раздавить, тебя могут снести, у тебя нет прав, у тебя нет свобод, тебе ничего не гарантировано. В гражданском обществе у человека есть гарантии, его прав и уважение к себе. Он знает, что он всегда сможет оставить свое достоинство. У нас этого не было никогда. Если ты не встроен в систему, вообще-то ноль ничтожества. Если ты в систему встроен, то тебе что-то гарантировано, пока ты в нее встроен. Но и то проводятся все время чистки и внутрисистемные репрессии, которые зачищают либо неудобных людей, либо минимально нелояльных. Чем это заменить? Чем заменить ощущение себя гражданином и уважение к себе? Ощущение принадлежности к чему-то громадному, гораздо более могущественному, чем ты. И да, ты как бы муравей, но, блядь, как муравейник. Мы можем стереть этот лес лиц с этим, ты термит, но когда термит, он тут вперед, как бы, ну, зебры и львы бегут, понимаешь? То есть, и вот на этом чувстве зиждется самоощущение русского слэш советского человека. Поэтому Сталин. А Сталин символ этого, символ того, что вот нас боятся и уважают. Мы очень часто путаем слова боятся и уважают. То есть, нам достаточно, чтобы нас боялись. Мы считаем, что это и есть уважение. Но есть национальности, народности, французы, например, которых люди уважают, но не боятся. Понимаешь, для нас же, поскольку кажется, что нас уже почти нет шанса заслужить честное, искреннее уважение со стороны других наций и народов, нам достаточно того, чтобы просто перед нами трепетали. Good enough. Хорошо, когда ты встречаешься с человеком, который топит за Сталина, и он тебе приводит самый известный аргумент. Взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой. Что ты ему говоришь? Ну, я считаю, что для того, чтобы провести модернизацию страны, индустриализацию не надо было жертвовать ни одной человеческой жизни, не говоря о 60 миллионах. Или там 20 миллионов в какой-то сталинолюбивой версии, сталинофилической версии. То есть, это не стоит ни одной человеческой жизни, однозначно, потому что Соединенные Штаты Америки провели индустриализацию, не пожертвовав ни одной человеческой жизнью. И до сих пор является первой в мире по силе империи. С точки зрения экономики, и с точки зрения политической мощи, и с точки зрения военной мощи. Не надо было оплачивать индустриализацию, ускоренную жизнью людей. Штаты приезжали в Африку и вывозили оттуда силы рабов. Во-первых, мы сейчас говорим о другой эпохе. Хорошо. А мы тогда, ну давайте, если мы сравниваем, мы сами у себя были в рабстве. Отмена крепостного права и отмена рабства произошли с разницей в год. Если там они брали людей, находящихся совершенно в другой исторической эпохе, не похожих по тем, как бы, достаточно звериным европейским цивилизационным представлениям того времени на себя, не надо было их расчеловечивать даже, они были на европейцев не похожи. Они не были христианами, они находились на нескольких столетий по отношению к европейским цивилизациям в прошлом. Их использовали в качестве рабов. То мы находились в рабстве у своих единоверцев, у людей той же культуры, того же языка. Ну как бы нельзя сказать, что что-то такое они делали, что русская аристократия, дворянство не делала по отношению к русским обычным людям. Это раз. А два, если мы сравниваем именно индустриализацию сталинскую и, например, американскую индустриализацию, то с гораздо большим эффектом американская индустриализация была приведена. Я не сказал бы по слезу ребенка, но то, что любые промышленные проекты каким-то образом оправ... Но в чем история вообще с ГУЛАГом и в чем история с массовыми репрессиями сталинскими? Это экономический проект, по большому счету. Нужен был рабский труд для того, чтобы освоить пространство Сибири, Восточной Сибири, Север и так далее. Ну а те скажут, так бы они просто заменчили в тюрьме, а так они на благо государства работали. Да, только тогда для этого под выдуманными предлогами рандомном порядке, чтобы посеять животный ужин... Ужас. Чтобы посеять животный ужас, людей просто забирали из домов и из постелей, которые ни к чему бы не были причастны и отправляли туда. Вот так и не были причастны? На чем основано твое убеждение про рандомный порядок? А что такое враги народа? Что такое враг народа? Кого угодно можно обидеть врагом народа по любому поводу. Во-первых, абсолютное большинство это не преследование криминального какого-то уголовного характера, а политического. То есть любой человек несогласный с линией партии немедленно объявляется врагом. По, например, доносу дворника или по доносу любовника твоей жены или по доносу школьного учителя, который в классе что-то подслушал. Это пиздец вообще-то лютый. А для чего это делается? А, чтобы посеять животный ужас в людях, чтобы никто не знал, за кем придут следующим. И все боялись, дрожали, не смели слова сказать и подумать. И именно неизбирательность репрессий, когда нет логики, она способна животный ужас в людях посеять. Это раз. А два, что таким образом ты наполняешь эти лагеря, и лагеря в лагерях люди, как ты правильно отметил, не сидели без дела. Блядь, они строили беларной канал, они мыли золото на Калыме, они прокладывали магистрали железнодорожные и так далее. Это все просто экономический проект. Сталинский террор, это просто рабский труд, и все было ради этого рабского труда, ради того, что десятки миллионов человек загнать и освоить наши бескрайние просторы, все так было придумано и организовано. Это оправдано? Нет. То есть любой человек, который говорит, что так и надо, пусть представит себе своих родителей, себя или своих детей вот так, в случайном порядке, неважно, насколько ты в это свято верил, тебя могли выдернуть и отправить. И дальше ты кому это будешь объяснять? Десять лет без права переписки. И тебе повезло, если тебя не расстреляли, ты выжил. Ты выкладывал в Инстаграме билет культурный центр ФСБ, где в прокате фильм «Текст». Это не я, это не мой билет, я нашел в Инстаграме по хэштегу, сделал скриншот и потом выложил себя. Но у меня было смешно, потому что люди в штатском и в погонах, которые татуированы по голому телу, они, может быть, даже с изнанки, чтобы не палиться, они, значит, тоже решили ознакомиться с антисистемным фильмовым текстом. Может быть, чтобы лучше знать о врага в лице. Это коммерчески успешный фильм, его не только критики хвалили, но и он денег собрал. Там бюджет примерно 1,2 миллиона долларов, а заработал он в 5 раз больше. Ты с этого что-то получил? Ну, нет, нет. Я в бокс-офии, нет, нет. Мне просто заплатили на этапе покупки прав, и я написал сценарий. То есть меня заплатили за сценарий и заплатили за права на экранизацию. Фраза «наши ваших кроют», когда он ловит под веществами чувака из ФСКН, и он, видимо, ФСБшник, как я понимаю. Вот. И вот это цитата откуда-то, или... Ну, нет, это не цитата, это импровизация, но я думаю, что она вполне имеет право на существование. Я знаю, что люди, которые ездят по рублевке, у них есть кодовое слово для сотрудников милиции, они говорят «свои». Их там, типа, отпускают. Если вдруг хотели покататься по рублевке, не всегда даже проверяют. То есть есть такой, ну, «свои», значит, «свои», типа, пропускаем, все. Даже не лезут к силу смотреть. Вот. Ну, то есть я, разумеется, изучал немножко там культуру, у меня там сотрудники вычитывали правоохранительных органов книгу на этапе создания, зэки читали. Ты показывал силовикам на моменте написания. По твоим словам, они говорили, что да, все так и есть. И помогали советами. И помогали советами. Восстанови, пожалуйста, эмоции силовиков, когда они это читали. Это было такое немножко гангстерское превосходство. Это была обида. Или это было, наоборот, знаешь, злость от того, что хочется быть честным, а система не дает. Слушай, ну, это были конкретно люди, то есть, которые согласились помогать, потому что они там читали метро, и они фанатели от метро. И поэтому, типа, ну, поможем тебе, там, типа, как есть. И потом так, ну, вот так у нас там, ну, вот так вот у нас. Ну, то есть, я не сказал бы... Неловкость такая легла. Ну, немножко, как бы, через неловкость признание ситуации. Вот. Но потом, это были люди, там, какие-то из Угрозыск, там, читали и так далее. Ну, как такие полевые оперативники, не потомственная, вот эта силовая аристократия. Какие-то люди... Я потом читал отзывы, там, от каких-то ментов в Инстаграме тоже таких, которые возмущались, наоборот, говорят, что вовсе не так все. Но на том этапе, то есть человек, или там люди, которые у меня читали, я мнению их доверял. И потом нареканий каких-то существенных, кроме оценочных, я не слышал ни к книге, ни к фильму. Я... Не, я спрашивал, у меня интересные эмоции мужиков, которые в курсе... Ну, вот, они знают, что их коллега, чувак, который сидит с ними в кабинете, может подбросить вес безобидному чуваку из лошади. Ну, это бизнес. Ну, мы начали с тобой на эту тему разговаривать. Давай продолжим. Милиция, как ты ее не назови, работает у нас, как коммерческая структура, в принципе, которая ориентирована на извлечение прибыли. Они открывают дела за деньги, закрывают дела за деньги. Это мое частное мнение. Открывают дела за деньги, как бы они там, ну, там могут крышевать, они могут там, значит, соответственно, рэкетом заниматься, протекцией и так далее. Потому что и продвижение по службе очень часто тоже происходит, если ты покупаешь там какую-то позицию, покупаешь какие-то звания. Так это устроено. Человек, попадающий в эту систему, либо он играет по правилам, либо он домой спать. И дальше, как бы, ну, вот такая реальность. То есть я даже не оцениваю это. Просто на удивление мало каких-то реалистических портретов того, что происходит с людьми в этой организации и конкретных людей. Понимаешь? То есть я пытался здесь просто описать дескриптивно, не прескриптивно. Я не говорю, что это плохо, хорошо, надо по-другому. Выводы пусть делает читатель. Я просто описываю ситуацию, как она есть. Ну, это же ситуация, в которой нет выхода. То есть ты хочешь сказать, что честных полицейских не бывает? Ну, я думаю, что люди, у которых есть доступ, у которых есть коррупционный ресурс, они этим ресурсом пользуются. Если тебе некого крышевать и несколького брать, то ты честный. Кто приходит, я думаю, что часть людей, может быть, приходит романтики туда, но часть людей, приходящих в полицию, это люди, которые хотят власти над другими людьми. Потому что что тебе немедленно дает работа в полиции, это власть над другими людьми. Это абсолютно психотип. Я бы в полицию работать не пошел. Но есть, конечно, романтики, выросшие на каких-то фильмах. Глеба Жеглова. Глеба Жеглова, допустим. Хотя он тоже, как мы знаем, мастер компромиссы. Глеб Жеглов. Подбросил. Подбросил, он подбросил, да. Ну, и здесь тоже подбросил. То есть, как часто бывает, в жизни все не делится на черное и белое. И как раз нюансы здесь и подпитывают тебя в твоих творческих поисках. Ты говорил, что прототип главного героя из Фэйс Каэн, того, который Янковский сыграл, это он существует. Этот чувак сейчас успешно занимается бизнесом. Да. Ты вот реально знаешь этого человека? Это друг друга, скажем так. То есть я его видел пару раз, мне про него рассказывали, что тусовки, условно говоря, в клубе. Друг друга? Ну, знакомый знакомого. Скажем так. Знакомый по тусовке моего товарища. А каким бизнесом занимается тот прототип чувака из Фэйс Каэн? Чтобы аккуратнейся. Он был клубным промоутером и ресторатором потом стал. Ну, то есть он одновременно был наркоконтроллером, как бы, и банчил. И одновременно был клубным промоутером. Такая история. Ну, в то время можно было сочетать лихие, как бы, начало двухтысячных годов, когда все это можно было делать одновременно. А потом он ушел в отставку и, значит, «Living happily ever after». Ты несколько раз в интервью употреблял фразу «госнаркокартель». Ты оговаривался так? Нет, конечно. Это такая шутка такая веселая, которая немножко отражает, я думаю, что это реальное положение вещей. Если бы ты узнал, что в кругу твоего общения есть чувак, который подбрасывал наркоту невинному человеку. Нет, ну это пиздец. Ты бы продолжил общение? Нет. Нет. Ну это пиздец. Нет, ну есть какие-то вещи, чувак. То есть есть какие-то вещи, понимаешь? И с такими людьми я бы общение не продолжал. Мы перестали даже с Прилепиным как бы разговаривать в тот момент, когда он начал оправдывать пиздец на Донбассе и стрелять из пушек по деревням украинским. В этот момент, когда человек, ну, хотя бы оправдывает кровопролитие, открыто и цинично, как бы он, для меня, ну больше это невозможно с этим человеком разговаривать. А есть в истории русской литературы те, про кого точно можно сказать? Вот этот не продался? Ну, конечно, такие люди есть. Ну, там, допустим, продался ли Горький, это вопрос, потому что история отношений Горького и власти, она такая, в общем, может быть, он в какой-то момент и был приобретен, но думал, что является, наоборот, направляющей, да, там, он шепчет власти на ухо. Это тоже большое искушение. И я сегодня среди своих современников вижу тех, кто... То есть в любом случае это разговор с сатаной, разговор с властью, это всегда разговор с сатаной. Но поскольку сатана изобретатель и намноголик, он может позволить тебе думать, что ты ему что-то будешь нашептывать в ухо и направлять, и, может быть, даже стараться сделать его более человечным. На самом деле, поскольку всегда разговор двоих, он тебе, разумеется, ну, он тебя перекукует, кукует, так сказать, переговорит и переубедит в итоге. Но у Мандельштам, например, вряд ли можно сомневаться в том, что Мандельштам с властью в коллаборации не находился. А Бабель, наоборот, например, не только находился в коллаборации с властью, будучи великим, с моей точки зрения, прежде всего, поэтом, но он элементарно участвовал в рейдах НКВД, ну, там, АГПУ. Вот. И хотел про это писать роман и даже написал его, но потом, когда его арестовали, этот роман изъяли и опубликован никогда не был. После «Конармия». Вот. Поэтому, то есть, есть разные всякие варианты, понимаешь? А Бабель участвовал в журналистских, в исследовательских целях? Он начинал в исследовательских целях, но, мне кажется, он увлекся. Он увлекся расстрелами, он присутствовал при расстрелах, и, мне кажется, он сел как бы на трэш и кровь. И на ощущение власти не только над умами, но над конкретными людьми, которых ты забираешь, загребаешь, и потом как бы их превращаешь в мясо. Реальный наркотический эффект? Я думаю, что вот он прям поддался этому. Я, поскольку, немножко изучал его биографию, он прямо этому поддался. И он прям, ну, как бы, в какой-то момент служил. Судя по тому, как вы общались в процессе промо-фильма, вы вполне сдружились с Петровым. Да, нет, Петров классный чувак вообще, к нему никаких вопросов нет особо. Ты понимаешь, почему он стал мемом? Хотя он действительно классный чувак. с его участием. Я, как бы, немножко выпал из поп-контекста кинематографического. Я не видел полицейского с Рублевки, я не видел Т-34, я ничего не видел с ним. То есть я знал, что это звезда, как бы, ну окей, звезда-звезда. То есть моя задача была здесь максимально масштабировать месседж, понимаешь? Я к этому подходил прагматически. Чтобы как можно больше людей это увидел? Чтобы как можно больше людей услышало, узнало, прочитало и так далее. Чтобы история распространилась. Вот. Чтобы что? Это тщеславие или... Плох тот русский писатель, который не хочет быть властителем думы. Нет, чтобы влиять на умы, конечно, блядь, зачем это нужно еще? Тщеславия нет. Ну, как бы, лично... Мне хочется, чтобы люди говорили о том, что я делаю. Но мне не нужно, не дай бог, чтобы меня вот опознавали на улице, каждые два шага дергали. То есть это максимально некомфортно. Мне не нужна личная слава. Но мне очень хочется, чтобы моя работа была не зря. То есть вещи, на которые я работаю, чтобы они были обсуждаемы, чтобы они попадали в точку. И это очень льстит как раз самолюбие. Вот сейчас нужен честный ответ. Да. Честно. Я вообще честно тебе отвечал сюда. И в целом у меня нет в этом сомнений, но здесь хочется, чтобы это прям было честно. Когда жизнь зарифмовала Илью Горюнова и Ивана Голунова, честно, ты же испытал эйфорию. Конечно. Ну, это пиздец, с одной стороны, и чувака очень жаль, и за него потом надо впрягаться. И я там впрягался за него в первый же день. Но, конечно, думаешь, блядь, как угадали вообще. Пиздец просто. Ну, Илья Горюнов и Иван Голунов. То есть есть момент, когда... Ну, это и раньше происходило уже, когда ты угадываешь. Но когда настолько ты угадываешь, и ты как бы... Ну, это... О, что происходит вообще? Конечно. Поэтому у человека очень жалко, ну, слава богу, что его оттуда выцарапали. Вот. Но ощущение удивления и такого некоторого аху от себя самого, что... Ну, как бы... Как такие вещи... Как это происходит? Такое... Это откровение или что? Ну, то есть... Потом, конечно, я просто себе объяснил это все, сказал, что... Ну, видимо, такое количество людей сидит по этой статье, там, Годуновых, там, Газуновых и так далее, Горяиновых, что угадать было несложно. Ну, то есть, когда ты тыкаешь, как бы, и здесь куча народ, там, 200 тысяч человек сидят по этой статье, или сколько там, 130, ты рано или поздно попадешь в однофамильцы. И вот попали в однофамильцы. Там, у человека с похожим именем, фамилией. Спасибо за честность. Я очень, очень, очень ценю. Ну, а что? Ну, как бы... Правду зато сказал. Нехорошо врать. Есть люди, которые не любят критиковать коллег по ремеслу, но ты очень фактурно высказываешься по разным русским писателям, поэтому я тебе предлагаю простую штуку. Я называю фамилию писателя, а ты одним-двумя предложениями высказываешь свое отношение к его творчеству. Я должен сделать сейчас этот дисклеймер у меня сейчас будет. Дисклеймер такой, что я способен критически оценивать только тех писателей, с которыми еще не успел лично познакомиться. В тот момент, когда я с ними знакомлюсь... Ну, каман, у тебя Прилепин был твоим знакомым. Был моим знакомым, да. Ну, хорошо, давай. Да, это не мешает его разносить и говорить, что обитель, ну, так, как лига. Нет, нет. Две сцены достойные Шаламова, а... Остальное Фильмур Купер, да, я это говорил, да. Итак, Владимир Сорокин. Мастер вообще. Мастер и панк самое главное, за что я его просто обожаю. Захар Прилепин. Захар Прилепин продал душу сатане. Борис Акунин. Борис Акунин хитрый жук. Почему? Ну, очень-очень-очень хитрый жук. Но, как бы, тоже, у которого есть чему, безусловно, учиться. Дарья Донцова. Дарья Донцова, слушай, ну, в принципе, говнодел, конечно, но я считаю, что если она делает людей счастливыми каких-то, и, по крайней мере, помогает им бежать из нашей реальности в другую, спасибо ей за это. Виктор Пелевин. Это единственный культовый писатель по-настоящему в России. Я дико фанател, я его читаю с 14 лет. До Чапаева «Пустоты» я прочитал «Синий фонарь», я читал все его книги, вплоть до «Ананасной воды для прекрасной дамы», но потом я срезался, потому что понял, что это немножко ремикс идет уже, как бы. Сергей Лукеменко. Ну, милый кот. Такой, ну, как бы, он талантливый человек, но я думаю, что он немножко стал халтурить. Ну и политически у нас с ним, конечно, диаметрально противоположные взгляды, но поскольку он людей не кушал лично, то за это мы его, значит, ругать не будем. Сергей Минаев. Сергей Минаев просто не писатель. Сергей Минаев – публицист, журналист, социолог, тусовщик. Но, как бы, это не… ну, он не писатель, в принципе. Алексей Иванов. Алексей Иванов – русский самородок. Эдуард Лимонов. Эдуард Лимонов, ну, вот еще один панк, но Эдуард Лимонов косплеил Троцкого. Это самое главное. Ну, он хотел быть внешне и внутренне, хотел быть революционером, как бы, играл в эту тему во все. Но это, конечно, несмотря на то, что человек с собой очень увлеченный, безусловно, очень талантливый. Мне не близкий, но, конечно, крутой персонаж. Ну, персонаж, вот. Ты рассказывал, что питчил «Метро» для экранизации Дэвиду Финчеру. Да. Ты лично его видел? Да, ну, сидел с ним. Прям трогал его за руку. Да, да, конечно. Финчер. Финчер. Это мой любимый вообще режиссер. Я проебал жестоко эту возможность. Я пришел к нему, вообще не спал ночью. Ну, то есть вообще у меня все в порядке со сном. Но я, прям, это же мой любимый режиссер, понимаешь. Это реально ржачная история. Какой-то знакомый чувак, продюсер, принес проект Финчеру. Финчер говорит, типа, хорошо, в 8 утра приходите ко мне в офис. Значит, я прихожу к нему в офис. У него офис, такое арт-деко здание бывшего банка. Такой, как бы, маленький такой дворец. Серый, покрашенный серой краской. И там темно и холодно внутри. И там ходит там Финчер и какой-то его один ассистент. Это, типа, его там, какая-то монтажка. Значит, и он такой, такой заранее утомленный чувак. Такой высокий, грузный, с бородкой. Вот. И, значит, я час ему рассказываю. А, значит, он говорит, ну расскажи мне, что у тебя, значит, там происходит. Вот до сего момента происходило у тебя в Голливуде. Я говорю, ну вот, значит, такая история такая. Сначала я работал над экранизацией. Предлагал экранизацию продюсеру, на секундочку, этого человека дождя. И Нарни, и Breaking Bad во все тяжкие Марк Джонсон. Прекрасный был человек. И там довольно далеко это дошло. Киностудия МГМ купила опцион на права. Начали разрабатывать скрипт, ну сценарий. Но потом все как-то у них там развалилось. Права вернулись ко мне. Потом я, значит... Ой, пиздец. Значит, потом я начал работать с каким-то еще человеком. Потом сейчас с какой-то женщиной, которая была продюсером Интерстеллара. Но с ней там тоже что-то не получилось. Потому что я просто слишком много ждал и слишком быстро. Знаешь, ты находишься там, тебе кажется, что все случится завтра с тобой. Тебе говорят, о, какой классный материал, чувак, давай, мы тебе перезвоним. Все. И ты все время живешь в этом ощущении, что завтра... Все. Завтра у тебя голливудский блокбастер. И завтра ты станешь просто королем мира. Все. Ты находишься вот где-то на подступах к вершине вселенной. И вот все случится. И потом как-то что-то так уезжаешь. И как проснулся, знаешь, вот ты нашел во сне, не знаю, какое-то сокровище. И думаешь, надо его обязательно... Или там научился во сне, как со мной часто бывает, летать во сне. И значит, ты думаешь, надо запомнить, как это делается, проснуться и попробовать. И просыпаешься, конечно, там ни сокровища нет, летать ты не умеешь. Вот ровно такие ощущения у меня от Голливуда. Ты, пока ты там, полное ощущение, что сейчас все произойдет. Фабрика грез, как она есть. Да, возвращаешься, все как бы кончится. Короче, финчер. Ну что, я говорю, с кем ты работал? Я говорю, с таким-то. Он говорит, о, I know, Джон, he's a dick. Типа, он хуй какой-то. Значит, окей. Я такой, типа, окей, ладно. А с кем ты еще работал? Я говорю, ну, я работал там с Линдой. Он говорит, о, I know, Линда, she's a cunt. То есть она пизда. И, в общем, про кого бы я ему ни говорил, он любого человека вот так вот характеризовал. Я понял, что у него непростая история. Взаимоотношения его с другими голливудскими, значит, персонажами. То есть он, видимо, прошел через некоторое количество конфликтов и остался не всем доволен. Короче, я ему такой немножко человека-фоб оказался. Мизантроп. Вот. А потом, значит, мы с ним разговаривали. Я ему сижу, делаю питч, значит, задвигаю эту историю, рассказываю историю метро. И в конце, он там задал какие-то вопросы. В конце я понимаю в первый раз для себя, что этот человек не снял ни одной истории про положительного главного героя. А метро — это прямо история про положительного главного героя, который, ну, просто немножко недопонял свое предназначение. И поэтому все у него, значит, развалилось и заканчивается катастрофой. Но вообще-то это положительный персонаж. А все фильмы Финчера и все истории Финчера — это про зверя внутри. Это про демона внутри, который тебя раздирает. Про человека, который кажется нормальным, но который, на самом деле, чудовище. Цукерберг тоже? Конечно. Ну, Цукерберг тоже. Карточный домик тоже. Все его, ну, не говоря о чужом, который просто чудовище вылезает изнутри. Ну, то есть это все про монстры внутри. Это пропавшая девушка, гангерл. Пропавшая тоже. Девушка, оказывается, монстра. Все-все про монстры. Я это понимаю, я понимаю, что час потрачен зря, больше этой возможности никогда не будешь. Я просто мудак. И что мне надо бы рассказывать про будущее, потому что там главный герой просто психопат, социопат, мизантроп, и который потом преображается каким-то образом. В смысле, пичить другой роман? Другой надо было вообще-то рассказывать ему. То есть я не то. Он говорит, спасибо, до свидания. Мы как бы вам перезвоним. Я стою, я понимаю, что это величайшая возможность моей жизни, как бы упущенная. Общие знакомые рассказывали, что у тебя ужасно бомбило из-за кризиса сорокалетия. Меня начало бомбить гораздо раньше. Меня начало бомбить 28. То есть у меня кризис среднего возраста начался, когда мне было 28. Я почувствовал, что молодость кончается. Почему? Я хотел быть вечно молодым. Потому что я чувствовал, что я недополучил что-то. Может быть, из-за того, что я слишком въебывал в молодости, и у меня не было такого, что я прожигал ее. Понимаешь? У меня не было такой студенческой юности, о которой я мог бы вспомнить. Я все время там типа хуячил, учился, работал, зарабатывал себе на жизнь. Я когда жил в Израиле, мне родители отправляли 200 баксов в месяц, и все. Все остальное я должен был учебу и проживание, и еду обеспечивать себе сам. То есть я приехал в другую страну, языка, которую я не знал, я выучил этот язык с нуля, и дальше я должен был себя кормить. Работал официантом, работал в каких-то гостиницах, бэллбоем, грузчиком работал, охранником на концертах. Потом приподнялся, понял, что у меня есть секретное оружие, и стал преподавать иностранные языки. Завешивал автобусные остановки объявлениями, что преподаю иностранные языки, и преподавал там израильтянам, допустим, английский, русским, иврит, там кому-то французский, вот в таких комбинациях. Ты знаешь пять? Пять иностранных. Русский, английский, немецкий, французский, иврит, испанский. То есть у меня не было какой-то отвязной такой студенческой алкой юности, понимаешь? И я поэтому думал, что сейчас молодость кончится, а у меня уже все началась по-серьезски семейная жизнь, и все, конец. И я дико из-за этого переживал. Еще все время меня плющило и продолжают плющить на тему того, что я недостаточно успел. И это на самом деле очень серьезный мотиватор. Ну да, всегда, что как только, ну, ты проходит, ну, вышел, допустим, какой-то успешный проект, он состоялся, да? Да. Это дает тебе облегчение только на какое-то короткое время. И потом ты снова думаешь, вот ты сейчас постарел, там появилась там седина, там какие-то эти, типа сколько осталось? Вот, наверное, сейчас уже половина жизни, когда мне 41, прожита. И не лучшая половина впереди. То есть надо снова, это как, понимаешь, плыть против течения. Чтобы оставаться на месте, надо просто плыть вперед, чтобы оставаться на месте. И оно очень энергично плыть. Потому что течение будет здорово. И оно сносит тебя туда, в никуда. Понимаешь? И поэтому 40 лет, конечно, ну, само 40-летие я прожил достаточно спокойно. 39 лет были тяжелыми очень, когда я уже начинал думать и представлять себе себя 40-летним. И, в общем, с 28 до 40-летие он не заканчивался. И только сейчас, когда я уже окончательно попрощался с молодостью, я понял, что ладно, похуй. Едем дальше. Ты вообще не говоришь про семью, но в процессе интервью ты сам рассказал, что развелся. Да. Можешь ли ты рассказать, почему? И замешан ли тут кризис? Конечно, замешанный. Я виноват. Я говно. Вот так. ТЧК. Ну, как бы, вот такая история печальная. Нет, слушай, ну, я считаю, что я очень не люблю людей, которые из своих беременностей, выкидышей и детишек наряженных делали CPR. То есть я вообще не хочу, чтобы люди говорили про мою личную жизнь, потому что личная жизнь, она, блядь, личная. Понимаешь? И чтобы это отвлекало каким-то образом внимание от моей работы. Люди, которые не генерируют контент, типа ведущих, например, им нужно торговать ебальничком. И они могут себе позволить и вынуждены больше того придумывать себе истории с как бы романом с телеведущими или там, если они там, не знаю, там, что-то с ними происходит драматическое, там, изображать беременности или еще что-то. Но меня всегда от этого подташнивало. То есть я считаю, что не надо никогда ради тем более какой-то этой мнимой популярности пихать своих там, детей, например, в объективы камеры. То есть наоборот, для меня это максимально какая-то приватная тема. Да, ты как-то говорил в интервью, что те, кто выкладывает фотки детей в Инстаграм, как правило, мало проводят с ними времени. Я уверен в этом. Я уверен в этом. Но здесь я зацепился за это, потому что ты так ярко и так болезненно рассказывал про кризис взросления мужского, нет, я готов отвлеченно говорить о себе, но мне не хотелось бы никаких деталей конкретных давать про то, как я прожил последние 10 лет. И они были, кстати, по большей части счастливыми. И в любом случае тут только в этой всей истории моя вина исключительно была. Это же храм строится там. Строится храм. И я вспомнил твою цитату. Патриарх, разумеется, вряд ли верующий человек с моей точки зрения. Ну, конечно. Чего? Нет, на секундочку. Нет, я все понимаю, я все понимаю. Там усадьбы, мерседесы, вертолеты. Вот эта вся роскошь, ну, не верующая. Ну, конечно. Ну, как? Послушай, ты знаешь, что как бы вообще русская православная церковь в ее нынешнем издании была сформирована при Осипе Виссарионовиче как бы Министерством государственной безопасности. Но ее же как бы заново легализовали, потому что нацисты активно упирали на православные чувства на оккупированных территориях. И было решено, что борьбу с духовенством и чиновничеством пора заканчивать, и нужно как бы иметь свою правильную... Использовать этот источник сил, да. Правильную церковь, ну, то есть с Блэк Джеком и всем остальным. И, короче, вот при, разумеется, при тотальном контроле со стороны МГБ слэш НКВД слэш там КГБ эта церковь была сформирована. Французская церковь, ну, во Франции есть там правильная русская православная церковь. Ну, была до последнего времени, по крайней мере. И они, разумеется, к нашей домашней, здешней российской, советской, советской православной церкви относятся как, ну, не к сатанинству, но к однозначно к КГБшной институции. Потому что идеология и религия это вещи очень похожие. Понимаешь, в чем дело? Это некая прошивка, которая устанавливает для тебя какую-то картину мира, там, требует от тебя, во-первых, веры безоговорочной, понимаешь? Во-вторых, лояльности. И ты, если верен, то лоялен. Если ты веруешь, то веди себя определенным образом соблюдая это. Когда коммунизм, как религия, потому что в какой-то степени коммунизм это тоже религия со своими атрибутами, жертвенными пирамидами в центре Москвы, жреческими собраниями, гимнами, иконами с Лениным и Сталином в каждом жреческом кабинете, потому что компартия это, конечно, религиозная институция, это не политическая институция. Когда она обанкротилась, когда люди больше в это верить не смогли, потому что советский проект весь рухнул. То церковь пришла на смену? Конечно. И церковь заменила в умах людей, тревожных, ищущих какое-то простое объяснение сложности мира. Церковь, собственно, это объяснение им дала. И поэтому, конечно, церковь — это инструмент политического контроля. Но мы говорим про церковь с иерархами, с патриархом во главе, и мы не затрагиваем веру в Бога. То есть Бог может вполне существовать. Ты про топ-менеджмент. Я про топ-менеджмент. Человеческая потребность верить у меня никакого как раз ни сомнений, ни насмешки не вызывает. Человек нуждается в любви, человек нуждается в вере. Так устроен человек. Ему в мире без веры, без опор очень неуютно и сложно выживать. Но кто эксплуатирует и с какими целями эксплуатирует эти человеческие потребности, это отдельный вопрос. И поэтому... Но патриарх совершенно не должен быть верующим человеком. Другие от него нужны какие-то совершенно вещи, понимаешь? Он должен быть встроен в политическую систему. Он должен быть лоялен к политической власти. Он должен быть хорошим политиком, неплохим финансистом. Он должен быть авторитетным. Он должен быть талантливым руководителем. Но к Богу все это отношение не имеет. И больше того, я думаю, что такие вещи, которые он по работе часто видит, такие разговоры, которые он по работе часто ведет, исключают Бога из его картины мира. Ужас. Ты не веришь в Бога? Я не исключаю. Я думаю, что Бог приходит к тебе в тот момент, когда твои родители начинают стареть, ты становишься сильнее и умнее их, они слабеют, и тебе нужен кто-то на замену. И в этот момент ты ищешь Бога. Бог — это замена твоим родителям. Если повезло с родителями. Если повезло с родителями. Бог — это ответ на вопрос бессмысленности жизни в условиях смерти. Если и когда мы победим смерть, Богу больше не останется вопрос, на который он может для нас отвечать. И мы в нем перестанем нуждаться. Люди из литературного мира сказали следующее. Глуховский с самого начала получил большие тиражи и хорошие деньги, но не получил премии. И в этом его боль. Ну, это меня плющило от этого, конечно, очень сильно. Но было так. Это было так. Потому что, ну смотри, очень просто. Когда у тебя есть признание живых читателей, тебе очень не хватает признания критиков как людей, которые действительно разбираются в этом. А когда у тебя есть признание критиков, но не признание читателей, тебе очень хочется тиражей, потому что это, помимо денег, это еще признание живых людей, читателей. Понимаешь, не каких-то снобов, которые это оценят. А мне хотелось признание снобов, в признании людей интеллектуально продвинутых и, главное, искушённых и изощрённых, то, что я делаю нечто, выходящее за уровень масс-маркета. Но в какой-то момент я решил забить на это хуй. Я подумал, что нет премии, ну и в пизду эти ваши премии. И сейчас — это тоже был, конечно, протест и отрицание — сейчас у меня отношение к этому максимально ровное. То есть, в конце концов, я побывал в нескольких жюри, я понял, как принимаются решения, они принимаются, исходя из самых разных соображений, не только лучшие вещи получают, но и наиболее правильная вещь. Этому автору дали уже другую премию, поэтому, несмотря на то, что это самая сильная вещь, мы ему дать не можем. Ты хочешь короновать неизвестного какого-то человека, чтобы твоя премия стала для него путёвкой в жизнь. Есть политика — одному нравится члену жюри одно, другому члену жюри нравится другое, они другим спорят, торгуются. — Но главное не коррупция хотя бы? — Нет, коррупции вообще никакой нет. — Просто сложная цепочка разных смысловых... — Если там просто отсутствует, потому что не за что бороться. Там нету книжный рынок, он, по большому счёту, очень маленький. Люди читают мало, ну, читают пиратку. Супер бестселлер в России — это книга сейчас, которая продавала 100 тысяч экземпляров в год. Это будет, скорее всего, первая по продаваемости книга. То есть это number one. В Америке, конечно, цифры другие совсем, например, которые мы считаем не читающие, в десятки раз больше, например. Вот. У нас это так всё обстоит. Поэтому там коррупционной ёмкости в этих процессах никаких нет. Но есть много какой-то такой не путинской, антипутинской политики, а внутривидовой вот этой политики «Пауков в банке». Вот. Поэтому это была моя боль, и это меня направляло, конечно. Мне хотелось не отметочки какой-то, а мне хотелось признания людей, на которых я ориентировался, понимаешь, которые как бы на моего уровня или выше моего уровня, чтобы они мне, ну, как бы, заопрувили, условно говоря, мои какие-то все вот эти литературные экзерсиции. Но, говоря о сорокалетии, главное, что со мной произошло, когда мне исполнилось сорок, на очень многие вещи становятся похуй. И ты говоришь, ну, пошли в жопу, господи. Нет так нет, как бы, насрать. Ну, то есть, ну, почему я должен все время существовать в оглядке на чей-то внешний опруф, понимаешь? Ты уже знаешь примерно к этому возрасту, чего ты стоишь. Знаешь свои проблемы, знаешь свои недостатки, изъяны, знаешь свои сильные стороны. И главное, ты понимаешь, что любая внешняя оценка всегда субъективна. И люди, которые как бы издают эту оценку тебя, они пристрастны. И оценивают они тебя необъективно. Поэтому стоит ли по этому поводу вообще переживать? — А чей опруф поймать тебе было бы особенно ценно? — Ну, если бы мне... — Вот в конкретной фамилии. — Да, ну, в конкретной фамилии уже нет таких фамилий, мне кажется. Ну, если бы Финчер тогда сказал, слушай, класс, давай делать. Это было бы, конечно, приятно. — Еще? — А если меня смотрят члены шведской королевской академии? — Ну, нет. Нобелевка — нет. — Привет, ребята. — А из русских людей? Людей, говорящих по-русски. Чей респект тебе был бы или был? — Ну, наверное, на этапе «Метро» это был бы респект, допустим, Стругацкого Бориса, да? Но однажды его спросили в интервью, как вы относитесь к книге «Метро», он сказал, что не читал, наверное, это какое-то говно. Он интеллигентный человек и сказал это по-другому, разумеется, сформулировал более мягко, выразил скепсис в том, что это может быть какая-то достойная вещь, когда ему пересказали вкратце сюжет на какой-то там его конференции. Но для меня Стругацкие были совершенно системообразующими авторами, и я на их просьбу буквально в подростковом возрасте рос и формировался. Стругацкие, во-первых, это лучшая фантастика, написанная в Советском Союзе, и, может быть, лучшая фантастика, написанная в России на русском языке. Это потрясающий, во-первых, путь от преклонения перед коммунистической идеей светлого будущего до тотального в ней разочарования. И главное, чем меня это научило, это что фантастическим сюжетом можно пользоваться для того, чтобы разбирать критические проблемы текущего общества. При советской власти, видишь, можно было только через фантастику и через сказки говорить на самые важные политические и социальные проблемы. А читатели всегда это считывали? И поэтому так фанатели? Это были любимые писатели советской интеллигенции. Конечно, читатели считывали все эти подтексты. То есть это был диалог, понятный обеим странам. Цензора тоже это считывали, и там роман «Град обреченный», например, он не был опубликован, был написан в 1976 году и был опубликован только во время перестройки, потому что люди понимали слишком очевидные параллели. С этого перебрали. Там в центре сюжета город, они же из Питера, а питерцы как называют Питер? Петербуржцы, как называют Петербург, извините, пожалуйста, город. Над которым вечно стоят эксперименты. Но это как аллюзия на Советский Союз, где жители являются подопытными в бесконечном, бессмысленном эксперименте. Мы всегда этот вопрос подгадываем для кого-то классного вида. В целом, исключая некоторые московские новострои, это вполне подходит. В чем смысл жизни? Слушай, ну, я, когда был поменьше, я все время говорил, что смысл жизни в развитии и в саморазвитии. В жизни никакого смысла нет, конечно же. Жизнь бессмысленна. Мы зверьки, которые случайно каким-то образом получили сознание, понимаешь? И способность выстраивать причинно-следственные связи. То есть мы… Это было наше конкурентное преимущество. У нас не было там особенно выдающихся мускул, ну, за редкими исключениями, как бы. Вот, значит, у нас не было слишком быстрых каких-то ног, там, шерсти, зубов, ничего. Но мы научились четко выстраивать причинно-следственные связи. И мы стали их иногда выстраивать, ну, ошибочно. И мы считаем, что если мы здесь находимся, этому должно быть какое-то объяснение. Понимаешь? А мы здесь находимся не как конечный какой-то продукт эволюции, и не как первое звено, а как одно просто из многих-многих звеньев. И в этом ничего такого удручающего я, честно говоря, не вижу. Проблема в том, что мы это осознали, такие, кто здесь, что происходит, ёпта вы мать. И очень, во-первых, о себе многого замнили, и, во-вторых, как бы стали искать объяснение там, где, может быть, их искать не стоило. Поэтому, как бы, надо к этому относиться как просто к трипу, которым можно наслаждаться, с одной стороны, вот. И пытаться чем-то его наполнить. Не думать, что это какое-то кармическое, значит, испытание, которое приведет тебя к лучшему результату в следующей итерации. Ты сам должен найти смысл для своей жизни. Я для своей жизни нахожу смысл в достижениях и приключениях. И саморазвитии. Либо каждый день должен быть каким-то пиздец приключением, либо должны быть какие-то выдающиеся достижения, и ты должен с точки А отойти в точку Б. Что-то сделать такое, чего ты раньше не делал, что-то новое, как-то себя испытать, двинуться куда-то дальше, например, по своей стезе. Будет дуть, дуть, будет, Юрий. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь необязательно коротко. Место в Европе, куда надо ехать человеку, который никогда не был за границей? В первую очередь. Ну, я бы сказал Лондон. Но можно и в Барсу сгонять. Что важнее, совесть или талант? Важнее совесть. Но что ты имеешь в виду? Почему мы выбираем между совестью и талантом? Иногда бывают люди, у которых есть то и другое, и бывают люди, у которых нет ни того, ни другого. Я считаю, что вот так, отвечая на твой вопрос, талантливые люди, продавшие совесть, гораздо в большем ответе кармическом находятся перед универсумом и перед согражданами, чем бесталантные люди, душу в состоянии продавшие, понимаешь? И поэтому у меня вот к моим бывшим друзьям некоторым есть вопросы. Россия — это Европа или Азия? Россия — это, безусловно, Европа. Москва — это Европа или Азия? Слушай, ну, это микс, разумеется, как, ну, то есть мы находимся на границе. Это как вот когда ты находишься в, допустим, западных каких-то областях Украины, это уже немножко Польша, понимаешь? А немножко все еще там Россия. А Киев — это больше Россия, меньше Польша гораздо. Но язык украинский, если ты пожил там несколько месяцев в Украине, то ты польский чуть-чуть понимаешь. И вот Россия находится между Азией, конечно же, Европой, и какие-то азиатские управленческие культуры, цивилизационные моменты в нас присутствуют. Но все-таки мы, разумеется, культурные европейцы. И Москва, разумеется, очень европейский город, но по-азиатски застроенный просто. Но Собянин дрочит на Гонконг или на что там. Поэтому мы знаем, что у нас теперь будет принудительная Азия. С камерами там и со всей этой историей. Толстой или Достоевский? Это, блядь, ключевой вопрос. Словный или кит? Кто переборит? Кто главный русский писатель? Толстой или Достоевский? Слушай, но это немножко разное. Наверное, мне ближе, как человеку с стабильной психикой, Толстой. Но как человек со стабильной психикой, я не могу не восхищаться психопатическими и, значит, какими-то невротическими откровениями Достоевского и его эстероидностью. То есть это какие-то вещи, которые мне не очень доступны. Я могу себе их только представлять. И поскольку мне это недоступно, у меня нет такого оголенного, как бы зашкуренного нерва. Меня не коротит все время. Я там не биполярник. Вот, поэтому мне кажется, что, наверное, круто, когда ты можешь все это действительно почувствовать, а не только себя вообразить. Поэтому я, в принципе, за Толстого, но Достоевским я тоже восхищаюсь. Лужков или Собянин? А можно всех посмотреть? Как бы, понимаешь, почему мы должны... Почему мы только между этими двумя должны выбирать? Собянин такой немножко, как бы, видишь, принудительный загон в счастье людей. Во-первых, и то, и другое как бы распил. Начнем с этого. Нравится ли мне больше Лужковский бардак или Собянинская, это прилизанная гранитная Москва? Ну, неплохо, ну, то есть, как бы тут велик соблазн, конечно, обосрать всех, понимаешь, но стоит признать, что за исключением пробок, которые он никак не решил, и Москва выглядит поприличнее, чем выглядела при Лужкове. Но поскольку Лужковская Москва — это Москва моей юности, то я, как певец хаоса Вавилона и бардака, не могу не восхищаться Лужковым тоже. И отдельная претензия у меня, конечно, по поводу тотальной системы видеонаблюдения и слежки, которая объединена искусственным интеллектом, теперь еще ищет тебя по соцсетям и по базам угрозыска и по всему подряд, это, мне кажется, шаг прямо с QR-кодами, шаг в какую-то антиутопию. И Лужков бы вряд ли такую потянул историю. А Собянин, поскольку он поклонник таких цифровых азиатских государств, тотальной слежки, все это внедряет нам. А я, как ты помнишь, люблю свободу. Сколько тебе будет в 2036 году? Ой, ну давай, так, мне сейчас 20-й, мне 41, плюс 15, соответственно, мне будет, ну, сколько там, 56. Плюс 16. Плюс 16? Да, ну, 57. Если дотянем, конечно, мы с вами все. Сколько тебе было в 1999? Ну, мне, наверное, было, если я 79-го, 20. И финальное. В чем сила? В чем сила? Сила, мне кажется, в том, что ты продолжаешь долбить. Ну, то есть, как бы, вне зависимости от того, получается или нет, вне зависимости от того, что тебе говорят люди, ты учишься и продолжаешь делать свое. То есть ты упорством и развитием способен, в принципе, ну, любые города свернуть, я уверен в себе. Мотивация сила. В уверенности, в том, что надо это делать дальше. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Конкурс. Так. Что ты принес? Я принес иллюстрацию, которую мне сделал художник Антон Гречко, к роману «Сумерки». Вот «Сумерки» выходил с рядом иллюстрации, внутри специально он углем и все это делал. Это вот моя книжка «Сумерки», и не про вампиров. Слушай, в 2007 году ты выпустил книжку «Сумерки». Как можно было с таким названием выпустить книгу спустя два года после выхода книги про вампиров и за год до вот этой вот... Ну, я начал ее писать задолго до этого, в 2005 еще, когда я не знал никаких вампиров, и книга не имела перевода на русский язык, называлась «Твайлайт», и ее не было на русском. То есть я придумал такое название про «Сумеречный мир», про «Сумерки сознания» по-большому еще. Когда вот ту книгу этой дамой перевели... Стефани Майер, да. Ты расстроился? Ну, я чуть расстроился, но потом пошла реклама на всех плакатах, и они сперли шрифт, на котором было написано. Тогда никто не знал про Стефани Майер, но знали, что есть книга. Они писали фильм «Сумерки» по роману культовому, и не писали почему. И они шрифт использовали, который был у меня на обложке. Поэтому это очень помогло книге. Серьезно? Да, в свое время. Ну, потом уже о всей девочке, которые мечтали. Максимально приятно расстаться с невинностью, ну, с вампиром. Это же аллюзия на половой акт, на первый, на лишение детственности. Вот это укус вампира. Со времен Брэма Стокера, кстати, еще, где тоже это метафора секса. Так, все девочки. Anyway, все девочки уже поняли, что это совсем не те «Сумерки». Что у меня там про каких-то индейцев майя, про конкистадоров, про апокалипсис. И там совершенно нет ничего похожего на дефлорацию. Представляешь, сколько девчонок ты разочаровал? Да. Но каких-то я и покорил за счет этого, которые просто по ошибке купили мне эту книгу. В общем, anyway, книга выходила с иллюстрациями. И потом как-то раз Антон подарил мне сделанную углем работу, которая, собственно, есть одна из иллюстраций в этой книге. То есть это оригинал, вошедший потом в эту книгу. И вот она у меня лежала дома. Это конкистадор, упавший там на дно майянского жертвенного колодца, сенота. И она у меня, эта картина висит в квартире, частично квартиру воспроизводят квартиру главного героя «Сумерек». Там огромное у меня доставшееся как раз от дедушки такое зеркало, которому 200 лет, в такой золоченой раме деревянной. И главный герой подходит к этому зеркалу в какой-то момент и видит в нем вместо себя отражение конкистадора. Соответственно, как бы вот этот конкистадор, который на дне колодца сидит, отрываю от сердца и отдаю человеку. Вот этот конкистадор достанется следующему человеку. Мы такой конкурс делали, похожий конкурс, делали в выпуске с Катимира Балагова, с режиссером. Мы предлагали зрителям рассказать в комментариях про артхаусное кино, которое обязательно нужно посмотреть. Чем оно необычнее, тем лучше. И объяснить коротко, почему его надо посмотреть. То же самое мы предлагаем сделать сейчас, но только с книгой. Книга, классная книга, не классической литературы, с коротким описанием, одно-два предложения, почему нужно ее прочитать. Оставлять нужно в закрепленном комментарии, там, где тайм-коды. Чем оригинальнее и интереснее будет совет, тем больше шансов на то, что вот эта картина достанется вам. Поэтому вперед. Митя, спасибо тебе большое. Спасибо. Юрий будет дуть, дуть, еее.